Руководитель Епархиального кризисного центра с верой в жизнь, город Балашов. Вчера был замечательный день, очень структурный, наполненный, поэтому я думаю, работа сегодня будет такой же активной и интересной. Несколько организационных вопросов мы уже обещали всем участникам предыдущих семинаров, сертификаты, и более того, они уже подготовлены, но сейчас в связи с пандемией и сложностями с тем, как передать адресатам эти сертификаты, мы этот вопрос решим в чате WhatsApp, а тем, кому нужен сертификат за сегодняшний семинар, просьба сегодня записаться в чате. От фамилии, имя, отчество, храм, и если есть священный сан, то его. И я думаю, что мы сегодня опять работаем в том же режиме, перерыв у нас часу до двух, и Геннадий Николаевич оставит еще отдельное время для вопросов, потому что очень важен диалог. Напоминаю, цикл наших семинаров «Психологическое просвещение священнослужителей и сотрудников епархии. Новый взгляд» стало возможно, проведение их стало возможно благодаря международному грантовому конкурсу «Православная инициатива 2019-2020» с огромной благодарностью к фонду соработничества. У нас уже накоплен материал, видеозаписи всех семинаров, выложим повторно ссылочку в наш WhatsApp-чат, где вы сможете ознакомиться с теми, которые уже прошли, и запись данного семинара тоже там будет. Кроме того, у нас в рамках проекта предусмотрено консультирование священнослужителей и сотрудников епархии психологам. Не личное консультирование, а по каким-то вопросам, касающимся работы, пастырской деятельности, именно с точки зрения научной психологии. Я думаю, что это может быть полезно в работе, так что при желании можно записаться в чате, я еще раз это озвучу, и можно будет записаться в личку. Геннадий Николаевич, передаю Вам слово, хорошего нам рабочего дня, я думаю, что к нам еще все будут присоединяться, и Божьей нам помощи. Я приветствую Вас, дорогие братья и сестры, сотрудники епархии Краснодарской священнослужители. Сегодня мы второй день начинаем, и в сегодняшний день у нас будет акцент сделан на влияние личностных кризисов на семейные и детские отношения. Вообще мы поговорим о семейных кризисах, о стадиях развития семьи, поскольку семья развивается вместе с личностью, и личность ребенка развивается в семье, и сами родители развиваются в семье, проходят определенные испытания, и это очень важно. И вторая часть будет после перерыва посвящена профессиональным кризисам, профессиональному выгоранию и профессиональной деформации, которым могут быть, потому что деформация часто именно некий такой кумулятивный эффект, о чем я буду говорить, то есть накопливающийся эффект именно выгораний, таких серийных выгораний, которые происходят у человека. И как с этим бороться, безусловно, мы будем говорить о том, как с этим бороться, что делать. И вначале я бы для начала хотел бы сделать вот следующее. Я сейчас уже включу презентацию. Я бы хотел, уважаемые коллеги, напомнить, о чем мы говорили на прошлой лекции, то есть вчера. Ну, просто в двух словах пока напомнить. Очень важные моменты, которые я, может быть, даже и не акцентировал, а стоит акцентировать на этом внимание. Первое, что это вот темперамент и характер. Ну, вчера мы говорили, что темперамент – это то, что вращенное, с чем ребенок рождается, он отражает особенности нервно-психической деятельности, вращенная, вот нервная система особенностей. И темперамент, конечно же, преобладает у ребенка первые годы жизни, вот его поведение, во всех его реакциях и так далее. Но постепенно, постепенно, благодаря влиянию родителям у ребенка формируется характер. И характер – это всегда некая оболочка, ну, вокруг темперамента, который амортизирует взаимодействие ребенка с миром. Некий, может так условно даже сказать, вот оправа, скафандр, да. И если эта оболочка будет красивая, то любой темперамент, какой бы он ни был, такой возбудимый ребенок, стихийный, постепенно, постепенно характером как бы сглаживается. Он никуда не девается. Темперамент – такая врожденная характеристика, которая в течение всей жизни присутствует. И она минимально меняется. Были уже проведены соответствующие исследования. Но характер человека, благодаря вот его, ну, вложению собственного человека, его родителей и так далее, способен многое сделать для снятия темперамента, для снятия негативных аспектов темперамента, так скажем, для их смягчения. Вот. И в этой связи еще очень важно сказать о том, что, конечно же, первую часть, вот первые, там, 20 лет, первые, так сказать, четверть жизни или треть жизни влияние родителей, воспитателей, наставников на характер человека, на формирование характера очень важное. А затем все больше и больше, с начала подросткового возраста, начинает сама личность формировать характер. И тут слово «отличность» у нас появилось. То есть, лично в данном случае, это носитель тех целей и ценностей, которые есть. И если цели и ценности соответствующие у человека, то он и будет работать над своим характером. Если у него нет таких целей и ценностей, которые, опять же, не вложены, то он над характером работать своим не будет. Ну, он будет считать, что это неважно, что он, допустим, там, гневливый, он, допустим, как бы, не обещает, не сдержит свои обещания и так далее. Это все, кстати, особенности характера. Вот еще раз просто об этом, как важно формировать характер. Потому что личность ребенка, она формируется очень медленно, постепенно, но характер мы можем уже закладывать именно в раннем возрасте, в 6-7 лет начинать закладывать. И вот это вот, еще раз повторяю, очень важная такая вот есть мудрость народная, что посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Это действительно так. От характера многое, что зависит. И что еще хотелось бы сказать про кризисы теперь. Вот мы говорили вчера о том, что, ну, вся периодизация, она такая кризисно-ориентированная и отечественная, и зарубежная, когда мы рассматривали периодизацию Эрика Рексона. Ну, это вот, мне вопрос просто вчера задали, что вот как же получается вся жизнь кризиса. Конечно, каждая стадия развития, это не только кризис, это еще период стабильности. Если мы посмотрим, то как бы вот ступеньки идут, вот плоскость, да, вот горизонтальная часть. То есть пока мы идем вот в том возрасте по горизонтальной части, то нет проблем. И только когда мы упираемся уже в какой-то тупик очередной развития, возрастного развития, психологического развития, начинается кризис. А до этого момента, пока мы идем по этой горизонтальной части, мы накапливаем ресурсы, личностные ресурсы, для того, чтобы и каждый, ну, там, ребенок накапливает, взрослый, для того, чтобы преодолеть очередной кризис, который возникнет на его пути. Вот, и это ресурсы, духовные ресурсы, ну, в нашем случае это и способность человека быть постоянно в таком молитвенном, можно сказать, в молитвенной связи с Богом и так далее. Это очень важно для того, чтобы человек преодолел очередное испытание, которое будет стоять на его пути. И протекание кризиса – это всегда возможность взойти на новую ступень. Ну, для этого, конечно, человеку требуется напрячься, выйти, мы уже говорили об этом, из зоны комфорта, что-то сделать новое, что он не делал раньше, хорошее. Вот, что-то освоить и от чего-то отказаться, безусловно, это тоже очень важно. И тогда очередной кризис, особенно если это нормативный кризис, он будет преодолен. Ну, вот, и сегодня мы сейчас поговорим теперь уже о взаимосвязи кризисов личностных с кризисами, семейными кризисами. И это очень важная такая взаимосвязь. Семья ведь тоже, как и человек, я сейчас включу анимацию, вот пока слайдов, чтобы уже больше было. Как и человек, развивается циклами, определенными жизненными циклами. Мы сейчас рассмотрим эти циклы. И в рамках этих циклов происходит становление личности детей, которые растут в этой семье, и личности родителей, которые в этой семье. И не только родители воспитывают своих детей, но и дети в какой-то мере воспитывают родителей, заставляют их быть более ответственными, более собранными, более дисциплинированными. Поэтому семья — это такой великий, можно сказать, тиголь. Он такой котел, где плавится все негативное в человеке должно раствориться, а все лучшее — остаться. И семья — это действительно такой вот цепь испытаний, которые человек должен обязательно пройти. И, естественно, как бы промыслом Божьим было так задумано, чтобы люди жили в семьях, развивались в рамках семей. Это очень такой, ну, великий промысел, мудрость в этом великая. И те, кто сейчас направлен на развал семьи и так далее, они, естественно, как бы, ну, это вот, это совсем против Бога идет. И наша задача всячески укреплять семью, я считаю. Идем дальше, значит, по поводу вот семьи. Почему вот так важно рассмотреть, ну, жизненные циклы семьи? Я вот приведу конкретные примеры. Мне приходится консультацию проводить со многими семьями. Приходится консультацию проводить. Когда молодые люди только начинают, ну, создают семью, только встречаются, и вот они решают все, что они расписываются, венчаются, и начинают первый такой цикл. Они находятся на определенном этапе личностного развития. И это их личности в чем-то совпадают, в чем-то различаются, но вот они на стартовом этапе. Но когда проходит 15-20 лет, то развитие в личностное, духовное, супруги и супруга может очень сильно различаться к этому времени. И люди вдруг начинают, вот в кавычках, так сказать, прозревать. Как я могла вообще за этого человека выйти замуж? Или как я мог жениться на этой женщине? Они говорят, мы же такие разные и так далее. Но они не понимают, что они разные стали за это время, потому что наложились определенные профессиональные, так сказать, характеристики на личность, а они очень серьезно влияют. Допустим, девушка выходила замуж за молодого лейтенанта, которому было там, ну, 20 с небольшим лет, и она сама была бывшая студентка. И они вот 21 год расписались. А спустя 15 лет это уже не молодой лейтенант, а он уже подполковник 15 и 17 лет, у которого там за плечами опыт службы, коллектив, соответствующая профессиональная деформация, в армии она тоже есть, что там скрывать. И у него вот такой вот уже такой начальственный тон, который он не может даже снизить, будучи, так сказать, ну, находясь в семье, возвращаясь в семью, он не снижает одночастотый тон. И он уже даже не замечает, что он на всех покрикивает, и вот так вот. А, естественно, супруга и дети от этого могут страдать. И для него задача такая, если он дорожит, да, тоже перестроится. А он часто бывает так, что, он говорит, я вот просто конкретный случай из практики, он говорит, что такое, как бы, почему меня перестали воспринимать, и не воспринимают так, как, я вот сказал, и никто ничего не делает. Но вопрос ведь, как сказать, как донести. И поэтому в рамках семьи-то, в общем-то, здесь это все на любви должно построено быть, а не на каких-то жестких приказах и командных таких вот интонациях. Вот такие моменты часто в семье возникают спустя 15-17 лет под влиянием очень многих факторов, внешних факторов, профессиональных факторов в личностном становлении. И они влияют, конечно, на те кризисы, которые возникают в семье. То есть человек проходит через свои личностные кризисы, профессиональные, он привносит их в семью неизбежно. Итак, возвращаемся вот к такому, так сказать, исходному понятию, которое очень важно для понятия. Это жизненный цикл семьи. Семья, как и человек, рождается, доходит до состояния акмы, то есть вот точки, когда максимальная, вот какая-то такая семейная общность, когда дети еще в семье, когда еще не разлетелись дети по... Часто это бывает, не вылетели, да, птенцы из гнезда, по разным местам не разлетелись, когда еще вместе все... И затем происходит вот в семье вот эффект вот этого пустого гнезда, когда дети уже взрослеют, вырастают, и родители остаются вот со своими задачами, которые перед ними стоят в старости, и постепенно-постепенно как бы умирает один из супругов, завершается вот цикл семьи, жизненный цикл семьи. Но вот между моментом начала семейной жизни и завершением происходит очень-очень много важного с самим человеком, с его душой, с тем, что... с теми... Очень много задач стоит, которые он должен решить. Вот. Успешность решения вот этих задач на каждой стадии развития семьи, она определяет и вообще... Определяется успешностью вообще личностного становления, личностного развития человека. Какие задачи решаются вот на стадии, на первой стадии, допустим, когда мы говорим о, так сказать, семья только-только начинает формироваться, и вот тут очень важно, как бы... Период ухаживания, первое, когда состоится момент вот соединения семьи в единую такого монару, да. Здесь задача, которая стоит перед молодыми супругами, дифференцировать себя от родительской семьи, понять, какую семью они хотят сделать. Здесь вот часто бывает так, я не буду говорить то, что написано на слайде, здесь вы можете посмотреть, а очень важный комментарий добавлю. Очень часто бывает так, что люди пытаются слепо перенести в семью, в свою уже новую семью, все те правила, все те устои, которые были из родительской семьи взяты. Это один вариант. Второй вариант, это когда люди наоборот говорят, не будет как в родительской семье, абсолютно ничего, я все по-другому сделаю. И тем не менее происходит эффект такой репродукции, то есть воспроизведения каких-то элементов, иногда негативных даже элементов, которые человек вроде бы отрицал. Люди удивляются, как же так я не хотел этого, а у меня получилось. Допустим, мой отец бил меня, я был настроен на то, что никогда ни в коем случае не трону своих детей, а в итоге вот такое разочарование у человека в самом себе происходит. Почему это происходит? Потому что то, что закладывается в семье, те программы поведенческие, они в сложные, в кризисные периоды дают о себе знать, в том числе негативные, конечно, программы. Допустим, когда человек начинает реагировать достаточно гневно на поведение своего ребенка, который может быть такой вот холерического темперамента, очень возбудимый, и человек теряет терпение, хотя он до этого давал себе, по сути дела, чуть ли не клятву, что он никогда не будет так делать, но тем не менее повторяет какие-то действия своих родителей такие же. Или, допустим, он говорил человеку, что я никогда не буду пить и так далее, и в какой-то личностный кризис наступает у него на работе и так далее, и он повторяет как бы то, что он в своей семье испытал, от чего он страдал. И здесь важно понять, что надо делать для этого, да, как вот, прямо, семья ведь может быть таким очень важным терапевтическим ресурсом у человека, который может снимать у него это напряжение. Почему тогда семья не работает в таком виде, вот очень важно тут понять, да, почему человека тянет выпить, и он как бы повторяет те же самые ошибки, у которых у родителей был. Для этого, конечно, нужен как бы определенный сначала анализ, то есть и на стадии, когда ухаживают супруги, они должны понимать, вот, очень важно, да, за кого они выходят замуж, с кем. Они должны честно проговариваться, чтобы не было потом неприятных открытий, которые могут очень серьезно влиять на семейную жизнь. Когда, допустим, жена молодая, можно сказать, мужа, так ты меня обманул, вот ты меня скрывал от меня то-то, 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 да, я ведь тебе вопрос задавал, а вот таких моментов не должно быть, потому что много семейных различных тайн, много скелетов в шкафу. Вот супруги, когда они создают общую вот эту монаду на стадии ухаживания, часто они настолько под влиянием эмоций, позитивных эмоций, любовь, симпатия взаимная, некие такие радужные планы, об этом позаботилась природа, конечно, чтобы именно так все было, да, иначе люди вообще, может быть, не создавали семей. Но они настолько под этим, что они какие-то рациональные моменты не проговаривают. Им даже иногда и стыдно спросить, может быть, что-то, вот, о семье другого и так далее, ну, о планах, но тем не менее, это надо. То есть договариваться надо до того, как корабль семейный отплыл от берега и проговаривать многие моменты. Иногда здесь очень важно, допустим, чтобы кто-то из, близких помог это сделать, проговорить, кто-то из родных, из близких, там, ну, может быть, действительно, даже вот крестные родители каким-то образом как бы мы говорили. И вот мы знаем, там, традиции кавказских народов, там есть, это оговаривают, и это может быть очень важно, это как бы, то, что это делается. Вот у нас иногда не хватает этого, ну, предварительных каких-то договоренностей. Допустим, если у человека есть склонность к употреблению алкоголя, и он как бы знает об этом, он должен сказать и предупредить супругу, или как-то так вот, что я, ты меня, пожалуйста, останавливай, может быть, такие испытания будут в нашей семье. Я буду, и супруга должна с открытыми глазами смотреть. Как, я уже не помню, кто сказал, очень такая важная пословица, что до брака люди должны смотреть на друг друга с открытыми глазами, широко открытыми глазами, а после брака наоборот прикрывать, потому что уже все, брак состоялся, особенно если венчанный брак и так далее. Здесь как бы уже нужно принимать свой выбор, тот выбор, который вы совершили. И вот на этой стадии задачи, которые вот решаются, они как бы связаны с тем, что человек вот дифференцирует себя от родительской семьи, ты должен полностью делиться. Я как личность что собой представляю? Допустим, может быть, семья у человека богата, и он начинает как бы все время думать о том, что, ну, мне не обязательно устраиваться на работу, родители всегда помогут, к сожалению, такие установки есть. А потом рано или поздно эти установки боком человеку выходят. Человеку надо установить сбалансированные отношения с расширенной семьей, это как бы и с родственниками допустим, мужу с родственниками жены, и наоборот, с родственниками супруга. А это часто тоже такая задача сложная, здесь нужно быть и гибким, и мудрым. И мы знаем, что когда соединяется ну вот муж и жена, это всегда соединяются два семейных клана, и они могут быть даже, допустим, вот одной веры, одной национальности, но при этом это настолько разные правила семейной жизни могут быть, что они, это неизбежно это потом проявляется. Допустим, в семье мужа молодого главой, по сути дела, всегда была мама, но она была такой главой, мудрой, и не надо ситуативно она уступала, и как бы вот отец не страдал этого, но так получалось, что мама, она более активная, может быть, даже больше зарабатывала, вот. И муж молодой начинает волей-неволей переносить вот эти вот представления о том, какая должна быть семья, она супруга, а у супруги было, молодой в семье был отец глава, и он все решал, и так далее. И когда от нее ждут, что она будет по каким-то вопросам хотя бы ситуативным брать на себя лидерство, она не может брать эта молодая супруга на себя лидерство, потому что в ее семье этого не было. А вот молодой супруг может, как бы, перенося вот эту модель своей семьи на модель уже своей, родительской семьи на модель своей личной семьи, он может, как бы, вот ожидать от супруги то, чего она не может знать. И также супруга может ожидать, что во всех вопросах, допустим, будет решать вопросы все финансовые, все хозяйственные, так сказать, молодой супруги ее, потому что, как бы, у нее так в семье было, отец все решал, отец платил все коммунальные услуги, он, как бы, там, финансами распоряжался, мама там больше занималась воспитанием детей и так далее. А молодого супруга в родительской семье не так было. Вот такие моменты, к сожалению, часто встречаются, и они должны быть проговорены в начале, чтобы люди понимали, у кого какие установки, вот эти неосознанные установки должны быть стать осознанными, и тогда уже они более зрелым, более, так сказать, сбалансированно начинают эти отношения, более зрелые, сбалансированные отношения, если они все-таки решают, что они будут пробовать создать семью, и вот уже, так сказать, идут в ЗАГС, соответствующие, венчания и так далее. Трудности, которые часто возникают на этом этапе, это эмоциональная дифференциация, отделение человека, его эмоции, он не должен, во-первых, зависеть очень серьезно от родительской семьи, от отношения родителей к нему, к его молодой супруге и так далее, допустим, если там речь идет о молодом человеке. Так же и она. Это отношения с членами своего круга, изоляция, одиночество, тут тоже такие моменты. Иногда молодому мужу нужно перестроить серьезные отношения с его друзьями, обязательно перестроить и уже понимать, что он в другом статусе, у него другая ответственность, у него сейчас дети, и так, как раньше было, не может быть при всем его желании. Вот такие моменты очень важны, на берегу необходимо договариваться. И здесь очень важно, часто на консультациях мне говорят, ну как мы молодая девушка приходит, мы любим друг друга, но мы сомневаемся, получится у нас, не получится, у нас много различий и так далее. И я тогда задаю такой вопрос, а вот как вы чувствуете, ваш избранник, у него внутренние ресурсы есть ли изменения, для того, чтобы он преобразовывал себя на протяжении всей семейной жизни? Или он говорит так вам, что я вот такой, как я есть, меня уже не изменишь и так далее. Если вот человек решил, что его не изменишь, что он вот к 25 годам уже абсолютно сформировавшись, даже так сказать, кристаллизованная личность, и он вступает именно с такими убеждениями в семейную жизнь, то, конечно, у него будут проблемы. Потому что, на самом деле, человек всю свою жизнь должен работать над собой и не говорить другим, что вот принимайте меня таким, если я уже не изменюсь. Он должен меняться, так сказать, он должен работать над собой. И если у него такого ресурса нет, если он как бы даже и даже по убеждениям своим не хочет этого делать, то, конечно, будут сложности. И это я предупреждаю сразу обычным молодым супругам о том, что вы должны оценивать ресурсы к изменениям, внутренние личностные ресурсы, к изменениям вашего супруга. Насколько он готов меняться, насколько он готов, ну, по сути дела, так сказать, подстраиваться по требованию семейной жизни, которые неизбежны будут. Итак, в период ухаживания важно все это проговорить на этом этапе. Очень важно, чтобы семья создавалась, так сказать, при всех чувствах, при всех эмоциях, но предельно осознанно, чтобы супруги шли и на этот выбор. Иначе будут, бывают очень большие серьезные проблемы потом. Идем дальше. Так, что там? Ой, так. Вот, значит, следующий этап это рождение первого ребенка. Что здесь очень важно? Как правило, рождение, ну, часто, в 60% случаев, от 40 до 60% это в разные исследователи, по-разному называют цифры, рождение первого ребенка происходит в первый год жизни совместно. Первый, второй год. И часто специалисты говорят о шоке первого года жизни. Почему шок первого года жизни? потому что здесь накладываются такие два очень важных фактора. В первый год жизни рождается ребенок и супруга, пока она в состоянии беременности, она находится под влиянием вот всей гормональной перестройки, ее эмоции, меньше она может контролировать. И она как бы ну, перестает перед супругом такая, какая она есть во всех своих, так сказать, со всеми плюсами и минусами именно в психологическом плане, да, вот, ей сложно, она, допустим, начинает раздражаться, ей тяжело, а супруг в чем-то не успел помочь, она начинает критиковать его и так далее. И вот как бы маски некие такие сняты, можно сказать, и люди пристают так, как они есть друг другу, молодые люди, супруги. И в этом шок, когда вот эти вот маски, которые в период ухаживания, волей-неволей, это не значит, что кто-то специально их одевает в эти маски, нет, они, это даже не столько маски, вот это вот состояние проходит, чисто такой романтической влюбленности, когда еще ничем не обременены никакими обязанностями супруги, и начинается вот такая реальная жизнь с ребенком, с пеленками, с, так сказать, необходимостью там варить кашки, вставать ночью, чтобы покормить ребенка, с температурами различными, с необходимостью бежать за лекарствами ночью в аптеку и так далее, тому подобное. И вот здесь супруги проходят первый шок и первое испытание рождения первого ребенка, это происходит в первый год жизни, во второй, в третий, ну, вот рождение первого ребенка, вот первые три года. Но вот говорят, что шок первого года или первых лет жизни, он связан еще с тем, что сам супруг начинает вдруг понимать, что у него резко сократилось количество времени. Не только у мамы, мать, понятно, биологического, у нее материнский инстинкт включается, она полностью сосредоточена на ребенке, но он тоже должен быть. И если раньше он мог себе позволить с друзьями вечером быть, то это все резко ограничивается во времени, потому что он должен помогать своей супруге, он должен заботиться о своем собственном ребенке. И как бы вот здесь такой вот шок надо перестраиваться, да, и задачи, которые, так сказать, решаются, это принятие родительских ролей, это такая перестройка, иногда жесткая перестройка с ограничением времени, который человек уделял лично себе, да, потому что большую часть времени он теперь должен уделять семье, своему ребенку, если двойня родилась, представляете, детройду еще больше времени, он должен гулять с детьми и так далее. Вот такая перестройка требуется, и это как бы действительно личностный кризис такой возникает, принятие родительской роли, но приводит еще к личностному кризису человека. У мужчин даже может быть здесь тяжелее, потому что они продолжают еще в иллюзиях иногда жить, но также мы поженимся, все будет точно так же, как раньше, просто я буду жить вместе, так сказать, теперь же с женой, с семьей мы будем жить отдельно, а все такое, остальное также будем встречаться по выходным с друзьями и так далее, но не получается, потому что иногда друзей нельзя пригласить не потому что супруга против, но потому что ребенок болеет, потому что нет возможности, потому что устал в конце концов, потому что ребенок маленький, ребенок требует много времени в вложении эмоциональных психических ресурсов, об этом, так сказать, важно помнить. Часто бывает такое, что мужчина, если он незрелый в этот период, личность эмоционально незрелая, то в этот период он чувствует себя ненужным как бы в семье, то есть, ну, он видит, что супруга полностью сосредоточена на воспитании ребенка, но это он не воспринимает как это должно воспринимать, а начинает даже обижаться, говорит, ну, ты там все время с ребенком, ну, пусть он ляжет спать и все, так сказать, ему кажется, что все просто, он пришел с работы, вот она должна на него переключиться, но не всегда так получается, и здесь нужно проявить смирение, проявить определенную мудрость, чтобы принять, что рождение ребенка, оно вносит очень серьезные, надо сказать, коррективы и в поведение супруги, во время, которое она может уделить мужу и так далее. Вот, это очень важные моменты, то есть, все неоправданные ожидания, связанные с рождением ребенка, что это будет там, что ребенок будет только приносить радость, определенную, так сказать, вот, они, эти ожидания могут разбиться. Здесь вот необходимо, чтобы супруги были готовы к семейной жизни. В этой связи, вот сейчас совсем недавно был такой семинар, который проводился Ассоциация Организации по защите семьи. Мы как раз на этом семинаре говорили о том, что как важно работать с родителями по подготовке к семейной жизни, психологической подготовке к семейной жизни. Немногие ведь не готовы. Они могут быть прекрасными профессионалами и вот в каком-то таком социальном плане достаточно зрелыми людьми, молодые люди. Они могут уже самостоятельно зарабатывать, но это не то же самое, что готовность к семейной жизни. Это не то же самое. И здесь вот они должны быть готовы к этому. Так, идем дальше. рождение второго ребенка. если оно происходит, это рождение второго ребенка, особенно вот, так сказать, дети там, по годке, через год, с одной стороны, эта стадия похожа на предыдущую, но с другой стороны, здесь проблема в том, что другой ребенок, это действительно другой характер. вот тут написано характер, я бы даже сказал, лучше даже так, это другой темперамент, ну, в общем, это другая индивидуальность, и невозможно переносить те подходы, которые применялись успешно к одному ребенку, первому ребенку, на второго, просто автоматически переносить. Это не получается иногда. Супругам приходится расширять репертуар, так сказать, родительский, воспитательный репертуар, быть более гибкими, подстраиваться. Они должны адаптироваться к потребностям ребенка. Дети начинают ревновать друг друга, это тоже может быть. И необходимо сделать все, чтобы, так сказать, они правильно приняли ребенка еще на стадии вынашивания плода, это делается и матерью, и отцом, чтобы минимально снизить соперничество между детьми. Здесь очень важно, что как бы продлевается этот период, ну, такого отделения эмоционального матери от супруга в какой-то мере, это не полностью отделение. Конечно, супруга должна заботиться о том, что муж чувствовал себя, ну, что они в единое целое и так далее. И заботиться о том, думать о том, как она воспринимается с супругами и так далее. Но, тем не менее, у нее уже двое детей, которые, допустим, возьмем такую ситуацию, когда одному ребенку, первому ребенку, там, только три года, а второму, а второй ребенок, он вот родился, да, и тот еще маленький, и этот только родился. И это же теоретипичная ситуация, типичная. Здесь очень важно, чтобы не произошло эмоционального разрыва между супругами. И в этом смысле, как бы, ответственность и на отце, и на матери. Они должны, чтобы разрыва этого не произошло, они должны все делать, все, что связано с воспитанием детей, вместе, да. Они должны распределять роли гибко, они должны продолжать воспитывать детей вместе, а не так, что я пошел на работу, ну, вот, как бы, я пришел с работы, я усталый, и, как бы, ты воспитываешь детей, а я зарабатываю деньги. И вот многие там, можно почитать мужчины, говорят, но это же так же было, мы всегда так воспитаны, мужчины, как бы, женщина была, с давних времен сидела в пещере, с детьми возле костра, а мужчина там гонялся за буйволами и приносил, как бы, их туши в пещеру и так далее. Ну, вот, вот такие сравнения, когда люди привносят, они абсолютно некорректные сравнения, поскольку время-то изменилось, и тот уровень отношений, который тогда был, уровень психологической культуры между людьми, он не может сейчас воспроизводиться, как бы, человечество, слава Богу, эволюционирует, милостью Божией, да, и, как бы, да, много чего раньше было, такое, совсем упрощенная группа, но это не значит, что мы должны воспроизводить эти модели слепо, если эти модели очень уже устаревшие, вот, здесь должна быть, действительно, такая вот симфония в отношениях между супругами, только так они могут пройти испытания, вот такие вот, именно семейные кризисы, испытания, они должны, но, чтобы эту симфонию достичь, конечно, нужно порепетировать, идем к следующему циклу, это выход детей во внешний мир, вот уже дети подросли, и дети стали посещать, ну, сначала садик, потом школу, но садик не всегда там дети, а в школу-то, это обязательно, ребенок идет впервые в школу, и родители, как бы, ну, когда первый класс идет, во второй класс, родители встречаются уже с результатом своих усилий воспитательных, предшествующих лет, либо же ребенок достаточно, как бы, подготовлен в школе, именно на уровне эмоционально-болевой подготовки, здесь очень важно, сейчас часто бывает, что дети интеллектуально подготовлены, но с точки зрения эмоционально-болевой подготовки у них нет, это я сейчас поясню, либо он подготовлен, значит, и родители видят результаты этой подготовки своих усилий, либо он не подготовлен, и у него школьная дезадаптация, он не может ужиться со сверстниками, он не воспринимает училий, и так далее, и родители хотят, они того или нет, они, как бы, получают некий ответ уже от общества, оценку общества, ответ связан с тем, как они воспитывали своих детей, и это неприятно слушать, и мне часто приходилось, как бы, вот консультировать по таким вопросам родителям, они пытаются, конечно, как правило, защитить своего ребенка, и так далее, и в чем-то они бывают и правы, что училия не принимают, они не дают ребенка, но если ребенок элементарно, не воспитан, не подготовлен в школе, на эмоционально-болевом плане, то эта ответственность, конечно же, висит на родителях, а что значит эмоционально-болевая подготовка родителям, во-первых, ребенка, ну вот, ребенок может считать и писать, но при этом, как бы, его водили в различные там студии, где его готовили в школе, но при этом ребенок не может спокойно высидеть, вот, в первом классе, там, 25-30 минут времени, да, 35 минут, там, постепенно увеличивает, как правило, время до 40 минут в первом классе, он даже этих 25-30 минут не может спокойно высидеть, он встает, бегает по классу, бьет кого-либо, там, вот, как бы, он игнорирует учителя и так далее, и эта задача родителей была, позаботиться о том, чтобы, так сказать, ребенок уже был готов в школе, готов к тому, что от него требуются в школе, если тем более они широко открытыми глазами смотрели на своего ребенка, они видели это, если же они закрывали глаза, то, опять же, это их ответственность, как бы, почему они закрывали, не видели, у ребенка могут быть трудности, именно с адаптацией в школе, с адаптацией к учителям, к требованиям и так далее, и эти трудности часто, это трудности родителей, они сами себя, ребенок может себя просто некультурно вести, или там даже выражаться матом, и такое бывает в начальных классах, откуда это, конечно же, первое, что приходит в голову и учителями, родителям, что это он семейное такое воспитание получил, и вот это вот определенный такой вот выход, цикл выхода детей в внешний мир, это в то же время связано с определенными испытаниями, и кризисом, который может возникнуть в семье, в связи с тем, что дети просто не принимаются семьей, не принимаются школой, другими образовательными институтами, так, как это нужно, они не готовы просто, не готовы адаптироваться в обществе, и здесь, конечно, ответственность на родителей, в большой мере, то есть происходит на этом этапе, вот то, что написано, проверка эффективности семейного воспитания, внешним институтом, действительно, это так, это самое важное, что родители должны понимать. Идем дальше. Зрелая стадия брака, семья, по сути дела, как бы уже вступает в период, когда дети становятся подростками, а когда дети становятся подростками, у них, у детей, начинаются очень серьезные, вот о чем мы говорили, личностный кризис, кризис подросткового возраста, они пытаются найти себя, самоопределиться, этот поиск идентичности, о чем говорил Эрик Александр, и кризис идентичности возникает, допустим, подросток не хочет быть похожим на своих родителей, потому что он уже дорос до понимания того, что у родителей очень много недостатков, у подростка очень много тоже, также стереотипы об отношении родителей бывают, и гордыня у него начинает выходить, вот мало зарабатывают его родители, а родители, допустим, его одноклассников больше. И вот это все накладывается на отношения в семье, это очень серьезные испытания, которые могут быть в семье. И задача родителей в этой связи тоже, опять же, найти общий подход к воспитанию ребенка. Во-первых, быть компетентными, понимать, что происходит с ребенком, объяснить это подростку, что с ним происходит, объяснить это ненавязчиво, не таким вот тоном назидательным, который, естественно, только загроет подростка, он как бы не будет слушать. Объяснить это спокойно, просмотреть можно вместе какой-нибудь фильм, особенности подросткового возраста. Я в свое время, со всеми у меня трое детей, со всеми детьми, мы смотрели фильм, называется он так, «Заплати другому», о подростке, там, 12 лет, это американский фильм, но он очень такой, очень мудрый мудрый и такой поучительный фильм, без хэппи-энда, с таким достаточно печальным концом этот фильм. И я видел, как вот после просмотра этого фильма, как по-другому начинали оценивать, вот казалось бы, там, ну сколько, два часа идет фильм, свое состояние, вот, мои уже дети и так далее, как они по-другому смотрели на все отношения. И действительно, часто это важно, ну, может быть, прочитать какую-то книгу, присоединиться к подростку, нужно понять его интересы, родителям нужно настроиться на него, говорить его языком. И дальше уже, после этого присоединения, они могут уже вести уже за собой подростка, но сначала они должны найти общий язык, найти общий язык подростка, и тогда уже он будет прислушиваться к ним, он будет слушать их, потому что он будет уважать, он видеть будет, что они действительно понимают его возрастные изменения, его интересы и так далее. Вот здесь задача такая родители, проявить мудрость, родительскую мудрость, которую они должны проявить. И, как правило, для этого они должны наладить отношения собственные в семье, но в брачной паре обязательно. Они не должны быть, чтобы отец одно говорит, мать другое говорит. И если в этот момент семья, переживает стадию распада, допустим, на грани распада брака и так далее, конечно, на подростков это колоссально негативное воздействие оказывает, потому что подросток, он судит примерно так. Вот мои родители даже не могут там, как бы между собой договориться, постоянно ругаются, скандалят. А что-то от меня хотят, хотят, что-то требуют от меня. Они сами, как дети там. И он отчасти ведь прав, что действительно, если родители не могли к этому моменту, к достижению детьми подросткового воздействия, решить свои проблемы, то как они могут, чему они могут научить подростка, если он тоже конфликтует со своими сверстниками или еще что-либо, если они между собой не договорились. Это как бы тут своя, ну такая своя подростковая правда, действительно в этом есть, когда подростки перестают воспринимать родителей с должным авторитетом и интересом. А чтобы они воспринимали их, родители должны быть действительно показывать некую такую внутреннюю целостность на личностном уровне, интегрированность. То есть когда вот их действия, поступки, все то, что они делают, они должны совпадать. Слова, поступки, действия. Мы знаем, и это очень важно понять, особенно в подростковом возрасте, это очень важно, что родители воспитывают не своими нотациями, они воспитывают своим образом жизни, своим поведением, своими эмоциональными реакциями. Вот что оказывает решающее воздействие, воспитательное воздействие на детей. А никакие нотации, особенно если они считаются с таким наследательным тоном, очень жестким, допустим, критичным тоном, они не воспринимаются подростками, они просто зауходят в себя. И все. И вот здесь очень важно, чтобы родители были, с одной стороны, действительно целостные, сами как личности целостные, и одновременно они были друзьями, родители, так скажем, они должны быть очень требовательны к самим себе, прежде всего, и, может быть, менее требовательны к подросткам, с учетом их особенностей возраста, что им трудно определяться, особенно в 12 лет, 13 лет, им сложно понимать, что с ними происходит, как. И родитель должен здесь проявлять иногда какую-то такую мягкость, не пытаться сломать, переломать его, заставить его, тоже такое бывает у отцов часто, с этим сталкиваешься во время консультации. Вот я хочу сломать его норм, вот этот характер, потому что ему потом будет в жизни плохо, если я не сломаю. Ну, здесь можно, я часто говорю, понимаете, вы можете сломать вообще в целом личность, а не только его, как бы, такие негативные черты. Потому что лучше сделать так, чтобы он сам захотел работать над своим характером, покажите ему, почему это, так сказать, плохо, почему это ему может помешать. И он сам начнет помогать вам работать над этим. А если вы просто будете ломать без его участия и согласия, понимание того, что ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому задача вот этой стадии, это чтобы конфликты родителей и подростков не перерастали в какие-то вот трагедии, семейные трагедии. Они, конфликты, конечно, могут быть мелкие, но чтобы они не перерастали в какие-то трагедии личностного развития самих подростков. И не приводили к тому, что подростки уходят от родителей, если не из дома, то эмоционально отделяются настолько от родителей, что просто у них уже никакого контакта нет. Вот эта задача родителям, проявлять, собственно, такую целостность, личностную целостность. У них должна совпадать, значит, их взгляды, их слова, их действия полностью совпадать. И они должны в глазах подростков выглядеть как целостные личности, которые делают то, что говорят, и говорят то, что делают. Идем дальше. Если этап предшествующий прошел хорошо, то, как правило, подростки находят себя в этой жизни. И родители им помогают. Они находят себя в профессиональной деятельности. Они заканчивают обучение в техникумах, в училищах, в институтах. И вот они уже выросшие дети покидают дом. Вот этот цикл жизненный так и называется. И задача родителей в этом смысле тоже подготовить их к семейной жизни уже на новом уровне, дать им какие-то знания, предупредить о чем-то, о том, что очень важно предупредить. Происходит перераспределение ролей, да, уже родители видят, что взрослые дети, они становятся критичными, они в чем-то даже более успешными становятся, чем их родители. И об этом родители только должны порадоваться, должны сделать максимум, чтобы ребенок сделал такой осознанный выбор, выбор брачного партнера. И если родители продолжают держаться, эмоционально держаться там за, вот, мама держится, допустим, за сына, такое, к сожалению, бывает. Вот, 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 сынуля такой хороший и так далее, я боюсь, как бы вот ему не попалась плохая жена, и вот у него уже было три девочки, я, вы знаете, я их всех выбраковала. То есть я забраковала этих девочек, она, и, как бы, вот он, а он слушает ее, действительно, он уважает маму. И, во сути дела, мама, вот так вот, если говорить в кавычках, она замужем за своего сына, она, как бы, продолжает его так опекать, что он никогда не женится. Такое может быть, к сожалению, да, и ему трудно. Он даже, если создает семью, мама волей-неволей эту семью разваливает. Ну, и бывает наоборот, как бы, когда мама держится там за дочку и так далее, это и такой вариант есть. Вот, к сожалению, как бы выросшие дети, они должны действительно эмоционально отделиться от, родители должны стать самостоятельными до конца. Они должны построить именно свою семью. Здесь происходит перераспределение ролей между самими супругами. Вот, они уже перестают быть родителями, не столько родителями, сколько бабушками и дедушками со временем. И они должны, как бы, к этому новому статусу уже привыкать и готовить себя. Они должны научиться взаимодействовать, но в диаде, глаза в глаза. И трудности, которые возникают на этой стадии, это трудности вот в этом отделении эмоционального детей, в разделении, в возвращении, как бы, в диаду, в новом состоянии. Трудности самореализации вне родительства, да, то есть они должны найти себя в чем-то. И, как правило, если родители до этого вели, если они до этого личностные кризисы проходили нормально, и они осознавали, что с ними происходит, то это несложно. Они только радуются за детей, они помогают детям настолько, насколько это необходимо, и не более того, уже своим детям, которые покидают дом. И они занимаются своим духовным, личностным ростом, профессиональным, и дети только такими родителями гордятся. Если же родители постоянно пытаются жить жизнью своих детей, вмешиваться в это, это хуже всего, это ничем хорошим не заканчивается. На этом этапе, да, бывает обострение старых разногласий, проблем между супругами, именно супружеской паре, супругами, которые отпустили уже своих взрослых детей. Бывает, на этом этапе, что даже распадаются пары после этого. И это очередное такое испытание уже для семьи, которое необходимо, чтобы супруги прошли на этом уже уровне. Но это тоже необходимо помнить, да, что и на этом этапе, допустим, в 25-23 года иногда пары распадаются. Мы еще вернемся к этому важному моменту. Ну и последняя стадия жизненного цикла. Мы пока в стадиях жизненного цикла больше все-таки говорим, чем о кризисах. Это стадия, когда родители уже, допустим, среднего возраста, возраста такой поздней зрелости, в момент, когда последний ребенок покидает дом, остаются, так сказать, вот уже в диаде, и они только воспринимаются уже как бабушки, дедушки. Они, собственно, детьми воспринимаются как вот такие помощники в воспитании. Их детей уже, да. И задача, которая возникает на этой стадии, это перестроить материальные отношения, отношения с детьми. Допустим, дети не должны постоянно надеяться на родителей. Они должны сами стать на ножки. И если родители постоянно подпитывают детей, постоянно дают им деньги, они делают медвежью услугу часто. Очень важный момент такой своим детям. Они заставляют их все время надеяться, думать о том, что, ну, я могу сейчас потратить себе, купить какую-нибудь безделушку ненужную даже, да. Ну, потом маму помогут. И тем самым медвежья услуга, человек личностно не зреет. Вот очень важный момент. На сожалению, такое часто можно встретить. Родители должны найти себя как личности, как бы заново, вне родительских функций. И это очень важно, да. При этом они должны поддерживать родственные связи со всеми, но с младшим поколением, с детьми, но найти себя заново необходимо. Трудности, которые возникают на этой стадии, это вот очень важно, да. Неспособность принять статус прородителя. То есть я вот еще не готова быть бабушкой, говорят, допустим, супруга, да, подождите, я пока еще, вот, само слово бабушка меня вот каким-то образом коробит, может быть, или еще что-то. Ну что, ну время подошло, и нормальное, да, ну там и в 45 лет, и в 40 иногда становятся бабушками. Ну что, что-то такого, не первое, не последнее вы. Вот, и здесь задача такая, чтобы супруги действительно сосредоточились на своем личностном развитии. Им дается, вот, на своем Богу, такая возможность, опять на своем духовном развитии. Как правило, люди верующие в этот период, они очень легко переживают этот период, как бы. Им понятно, чем заниматься. Они, как бы, занимаются своей душой больше. Они радуются тому, что дети уже взрослые, дети уже самостоятельные. Они могут выполнить свои функции, как дедушки и бабушки, да, но они знают, чем им заниматься. Как бы, они не пытаются залипать на жизни своих детей. Это их жизнь, и, как бы, и жить их жизнью. Они занимаются своей духовной, как бы, жизнью и так далее. Ну вот у людей, вот мне часто приходится сталкиваться на консультации неверующих, вся жизнь может быть, вот, сосредоточена на их детях. Это такая компенсаторная, такая, ну, такой, такой патологический механизм, компенсация патологический. Человек не живет, своей внутренней, духовной жизни у него нет. Он только живет жизнью своих детей. И он при этом не помогает, не столько помогает своим детям, хотя, может быть, деньги какие-то, сколько вредит им. Вот, вот, на этой стадии последнего жизненного цикла семья должна, каждый из супругов должен вернуться к себе. Подумать о своей душе, что называется. И заниматься своей душой. И если он будет это делать, то и детям будет хорошо его, и внукам его будет хорошо. Ему будет что дать, что сказать своим внукам, своим детям. Будет чем поделиться, очень важным чем-то важным. Он будет нести тогда мудрость по отношению к своим детям, к внукам, а не какую-то тревогу такую не нужно. Потому что часто вот те трудности, так сказать, которые возникают, они связаны с, что вот это постоянно некая такая тревожность, которая возникает у родителей в связи с тем, что дети уже ушли. Вот, и они не знают, чем им заняться, и у них от этого тревога. Идем дальше. Идем дальше. Вот, в данном случае вы видите сейчас схему, на слайде это такая система Олсона. О чем эта схема? В том, что существуют различные типы семьи. И семья, вот, она может быть обладать различным уровнем, сверху написано сплоченности, и различным уровнем гибкости. Так вот, сплоченность семьи не должна быть очень большой, когда очень высокая сплоченность и низкая гибкость, то это приводит к разобщенному. Вот, вот я сейчас найдем разобщенному типу семьи, когда, так сказать, такой несбалансированный разобщенный тип семьи. А когда, вот, другая крайность, когда в семье высокая сплоченность, но при этом, как бы, гибкость низкая, то это запутанный тип семейных отношений, и тоже это крайность. Это, как бы, мы сейчас проговорим. Вот серединка, золотая серединка, она действительно, она очень важна, она помогает семье правильно функционировать. Немножко, вот, более подробно об этом. Разобщенная семья – это семья, где характер для всех членов семьи характерен низкий уровень сплоченности, но при этом очень высокая гибкость, очень высокая гибкость. И каждый супруг живет своей жизнью, своими интересами, друзьями, и общие проблемы семья решать не умеет, потому что разобщены все в инистрамы. А запутанный тип семьи – это вот другая крайность. Это уровень сплоченности слишком высокий, но при этом очень низкий уровень гибкости в семье. И люди не могут гибко постраиваться друг по другу, это другая крайность. Поэтому очень важно, чтобы в семье была такая сплоченность, чтобы только не залипали люди, чтобы не было патологического симбиоза, вот, и как бы вот связанный тип семьи, в этом смысле самый нормальный, чтобы не было сплоченности слишком большой, и не было очень жесткой ригидности при этом. То есть в семье каждый должен чувствовать себя отдельной личностью, и особенно когда это подходит момент для взросления детей, для ухода их семьи, создания своей семьи. Это очень важно. Семья должна отпустить каждого ребенка, каждого ребенка, который жил в этой семье, отпустить, чтобы он мог уже строить свою жизнь как самостоятельную личность. Вот о чем как бы эта схема. В принципе, мы об этом говорим, но только вот я просто показал эту схему, что это вот можно быть выражено еще вот так, геометрически, как бы математически. Вот точно. Приходим к пониманию семейных кризисов, к самому понятию семейных кризисов. Семья, как и личность, да, может переживать как нормативные семейные кризисы, так и ненормативные семейные кризисы. И что такое нормативные семейные кризисы? Это кризисы, которые возникают, вот о чем мы говорили, на каждой жизненной стадии, на каждом жизненном цикле семьи. Вот мы проходили эти жизненные циклы, и на каждом жизненном цикле неизбежно возникает вот нормативный кризис, да. Допустим, дети идут в школу и встречают внешний мир, вот взаимодействие с внешним миром, вот кризис в семье может возникнуть. Дети уходят из семьи, тоже еще один нормативный кризис возникает. Значит, что просто должны родители перестроиться, перестроить свое поведение, и как бы этот кризис вполне естественный, и в этом кризисе есть свои, это не значит, что только напряжение, есть свои радости, там, вот выдали дочь замуж, сына, там, сын уехал учиться в университет, какой-нибудь поступил, престижный и так далее. Это как бы нормальный вот кризис, да, приходится перестраиваться супругам, но это как бы нормативный кризис, это кризис, который несет и определенные, так сказать, явные плюсы, и определенные, так сказать, достижения, связанные с определенными достижениями в семье, что дети выучились, дети стали самостоятельны, супруги, значит, выполнили свою функцию в этом смысле, что дети могут теперь быть самостоятельными. В этом смысле как бы нормативный кризис восприниматься должен как вполне нормальное завершение, ну, так сказать, или, так сказать, спутник каждого жизненного цикла, да, И нормативные кризисы, которые, так сказать, часто называются, наиболее часто называются, это кризис первого года или первых лет жизни, мы о нем говорили, это кризис трех лет семейной жизни, когда часто чувство любви у супругов сворачивается, есть такое выражение, там, любовь живет три года, конечно, даже не так, просто внешне выраженные чувства, они потом сворачиваются между супругами, происходит свертывание, они проявляются, когда, допустим, экстремальная ситуация, заболел супруг, или там, не дай бог, никому в аварию попал, или еще что-либо, и тогда вот и забота, и все опять возникает, и все, все эти чувства на самом деле возникают, но кризис трех лет сейчас связан с тем, что проходит этот романтический период восприятия супругами друг друга, и они начинают по-другому смотреть немножко друг на друга, вот уже как муж и жена в обыденности воспринимают друг друга, да, и, ну, для кого-то это действительно кризис, кто-то это нормально воспринимает, кто-то говорит, ну, неизбежно, и, как бы, вот, да, это было, особенно те, кто, как бы, кто ворошен, тот предупрежден, как говорится, те, кто читал на эту тему, слышал об этом, они спокойно воспринимают этот период. Кому-то это сложно бывает, вот это воспринимать, что кончился вот этот романтический такой налет в отношениях. Ну, на самом деле, может быть, но просто дети, есть обязанности и так далее, которые, да, супруги должны расти, духовно расти, они не должны только держаться за этот вот, как бы, такой романтический некий фон. Кризис трех лет, он вполне переживается нормально, если личность достаточно зрела, эмоционально в плане зрела и нормально переживается. Следующий кризис – это кризис пяти лет, часто он связан с тем, что супруги в этот период, супруги, вот, воспитание там детей, как бы, уже подходит на начальном этапе к какому-то такому переходу, дети становятся там, допустим, они могут ходить в сад и так далее, и супруга становится более свободной, и она может пойти уже опять на работу и так далее, и она пытается наверстать то, что упущено было ей в предшествующий период. Вот, и в этой связи возникают сложности, сам муж, может быть, против иногда, он говорит, почему ты должна идти на работу, ему так проще, если он только работает один, такие бывают случаи. Либо жена начинает очень уходить в работу и перераспределяет свои обязанности на мужа настолько, что он говорит, ну, это же ты раньше делала, почему я сейчас должен, она говорит, я потому что на работу хочу. Он говорит, начинает говорить, ну, я же больше получаю, вот, я еще должен добавок там детей забирать или водить, вот, ты могла бы там, все равно твоя работа тебе только там для твоего удовольствия, могла бы ты поменьше работать, чтобы больше с детьми заниматься. Она говорит, ну, я тоже должна реализоваться, я вот только вышла на работу, у меня тоже перспектива есть. И вот, ну, по этому поводу бывают тоже часто такие большие, так сказать, конфликты между супругами. Вот именно кризис этих пяти лет возникает в этот период. Кризис семи лет часто бывает вот такого же подобного рода конфликты, там, бывает даже, говорят, не семьи, там, начиная с семьи до девяти. И еще он связан с тем, что супруги начинают чувствовать вот эту вот разницу в личностном профессиональном развитии, которым, ну, вот мы говорили о том, что вот молодая, допустим, девушка, когда выходит за лейтенанта замуж, и она бывшая студентка, буквально закончила вуз, он только закончил военный вуз, и у них общие планы и так далее. А здесь проходит семь-восемь лет. Вот она была с детьми, а он в это время профессионально развивался. И они немножко в разные стороны ушли. И вот в этой связи, как бы, он начинает уже воспринимать свою жену больше, как, вот, там, допустим, ну, я по военным семьям, вот, в данном случае, вот, консультация вот не так давно была, как, ну, тыл, вот, ты должна мне обеспечить тыл, я деньгами, там, не забудьте, деньги я принесу в семью, сколько необходимо это будет. Ты, главное, как бы, вот, тыл обеспечивай. Она не хочет только в тылу сидеть, да, она хочет уже идти, так сказать, на передовую, она хочет, там, работать, как-то реализовать себя, ей хочется общаться, там, с кем-то из внешнего мира. И вот здесь часто бывают такие очень серьезные конфликты, которые возникают между супругами в этот период времени. Здесь такая перестройка в эмоционально-интимном плане идет тоже. Супруги начинают часто говорить о том, что они приелись, они друг к другу, пресытились и так далее. Это часто такие жалобы психологу в этот момент возникают, и у них начинают искушения, всякие мысли о том, что вот за того ли я вышла замуж, за то ли я женился, они не надо, вот, после вот этого вот кризиса семи лета, после семи лета начинаются такие мысли, стоило ли мне пересмотреть. И мы знаем, что статистика показывает, что количество разводов в этот период резко возрастает. На седьмом году жизни семьи количество разводов, конечно, увеличивается намного. Кризис 14 лет семейной жизни, это, как правило, кризис, когда дети вступают в возраст подростковый, сложный, у детей свои личностные вот эти вот испытания идут, личностный кризис, кризис поиска идентичности. А родители не могут соответствовать тем требованиям, которые начинают дети предъявлять к ним, как родителям, как наставникам и так далее. Они начинают между собой ссориться, они начинают говорить, вот ты неправильно воспитываешь. Нет, ты неправильно там воспитываешь. Вот если у них до этого не было общего такого вот, общей позиции не было, у них понимание общего, как нужно воспитывать детей, согласие. То есть в этот момент, кризис 14 лет, когда дети становятся все более взрослее, это все более и более проявляется. И надо сказать, что часто уже подросшие дети начинают манипулировать сами родители, они начинают использовать вот эти различия в позициях родителей для того, чтобы выбивать какие-то свои преференции. Они пытаются, говорят, ну вот папа мне денег не дал, мама даст денег, а потом папа узнает и начинает ругаться из-за этого с мамой. Почему же она все-таки дала ей деньги и так далее. Ну вот такого типа, кризис 14 лет часто бывает. И они тоже приводят к очень серьезным конфликтам между родителями, к тому, что даже до разводов доходит в этом периоде. Если развод приходится на подростковый возраст самого уже школьника, это очень болезненно на нем сказывается, на самого ребенка. Это очень болезненно сказывается. Будь то мальчик или девочка, это очень болезненно. Часто все равно получается так, что если на инициатором один родитель, как кто-то из родителей выступает, то второй как бы он жертвой выступает. И вся ответственность на того, кто начинает разводиться. И часто как бы, что бы ни делал родитель потом уже, чтобы как-то свою вину снять, как-то там примирить. Если он развелся, то он в сознании подростка часто предатель. И, допустим, это очень тяжело сказывается на личностном становлении уже самого подростка в дальнейшем. Надо сказать, вот очень важный такой момент отметить. Если у подростка был конфликт, допустим, это мальчик-подросток, со своим отцом длительный конфликт. И затем отец в районе подросткового возраста ушел из семьи, то часто такому подростку очень сложно потом принять, принять вот Бога в душу. Это действительно так. Потому что его конфликт с отцом, мне приходилось как консультанту с этим сталкиваться, его конфликт с отцом, он постоянно сидит в нем, и он почему-то, ну такое бывает часто, не дает ему принять вот Христа в сердце свое, да, вот потому что у него какая-то обида на отца, которую он каким-то образом непонятно, каким образом переносит и на вот саму, на Бога, как на идею, как на образ и так далее. И вот здесь очень большая такая проблема бывает. То есть, чтобы человек принял Бога, часто надо, чтобы он примирился со своим родителем, чтобы он простил его и примирился. А это сложно, особенно если отец действительно очень много сделал такого, ну, плохого для этого подростка, для семьи, если он себя вел недостойно, это сложно сделать. Но вот такая взаимосвязь есть. То есть, потом уже выросший подросток должен простить своего родителя, и он, как бы, ему легче тогда, как бы, вот принять Бога в душу, в сердце свое. Вот такая вот взаимосвязь хотелось бы просто тоже отметить, как это, как бы, в семейной кризисе на личностное развитие влияют серьезно. Кризис 20-25 лет семейной жизни, последняя, которая здесь отмечена на данном слайде, он связан с тем, что дети выпорхнули из семейного гнезда, и вот в этот момент супруги остались, как бы, снова один на один друг с другом, в диаде, и они должны решать, что они будут делать дальше, как они будут жить дальше. Иногда даже им роль бабушки и дедушки, как бы, не приходится играть, просто дети уехали, и нет, и очень редко, как бы, они с детьми, как бы, видятся и со своими внуками, в основном по переписке. И здесь, вот, как бы, семья должна на новом уровне опять воссоединиться, вот, иногда, брачная пара, точнее, да, для совместной жизни, для решения каких-то других задач, совместных, задача. Часто супруги не могут найти себя снова, вновь в этой жизни, и вот бывает такое, что распадается семье, это не обязательно, что даже кто-то там проявляется, там, мужа или жены, какой-то там другой избранник, или еще что-то, распадается, потому что они, вот, внутренне опустошены, и часто это бывает, опять же, если люди без Бога, если люди, вот, сложно, они жили только жизнью своей семьи, своих детей, а здесь вот они никому, детям не нужно стали, они начинают ссориться между собой, выяснить отношения между собой, они ввязнут в этом болоте, вот, таких и постоянных эмоциональных, каких-то таких дрязг, непонятных, и они разъезжаются, не обязательно они разводятся, вот, официально, ну, там, он живет в одном доме где-нибудь, допустим, на даче в основном, она живет в квартире, вот такое, к сожалению, часто бывает в этот период, вот, и хотя это нормативный кризис, это не нормативный, это нормативный кризис, казалось бы, должны супруги его преодолеть нормально, но даже вот такого типа кризиса не всегда, не все, к сожалению, супруги преодолевают этот кризис. Идем дальше. Также очень важно, ну, сейчас сравнить у нас, вот, чем отличаются нормативные и ненормативные кризисы, вот, семейные жизни именно, семейные. Если семейные кризисы нормативные не всегда возникают на определенном этапе развития жизненном цикле семьи, вот мы говорили в 3-7 лет, допустим, и так дальше, да, вот, в 3-7 лет кризис, там, 17, вот эти 25 лет выражены, ну, там, 14-17, они, конечно, здесь время не жесткое, да, и они понятны, почему возникают, как бы они, ну, закономерные, родители могут даже психологически подготовиться к этому, вот, то ненормативные кризисы, они не закономерны, они внезапны, люди к ним не готовы, они всегда связаны со сильными стрессорами, да, развод, измены, изменение состава семьи в результате того, что там, ну, допустим, кто-то умирает, болезнь у кого-то очень серьезная или еще что-либо, то есть семья действительно получает очень мощную такую незапланированную встряску, очень серьезную, и супруги просто иногда бывают растеряны, они как дети становятся сами супруги, вот мне приходится работать в кризисном центре, для женщин трудной жизненной ситуации, приходят и семьи, и часто вот семья, допустим, которая потеряла все, дом, сгорел дом и так далее, люди в этом состоянии приходят, ты видишь, что они абсолютно растеряны, они не могут ничего, даже вот как-то так серьезно подумать, они начинают думать о том, каким жить дальше, и не могут, они просто плачут, потому что они в состоянии вот такого полного ступора находятся, если вот такое вот происходит в семье, да, какой-то мощный стрессор, такой, допустим, утрата жилья, да, или что-то подобное, или там болезнь такая очень серьезная ребенка, это такой стрессор, который трудно, преодолеть сразу, это требуется очень серьезная помощь, поддержка, ресурсы для супругов, чтобы они преодолели этот стрессор. Вот сверхсильный стрессор здесь на этом слайде написан. Бывают еще и хронические стрессоры, это неблагоприятные жизненные, жилищные условия, профессиональные перегрузки и так далее, которые влияют на семью, на быт семьи и так далее. Это еще вот такие вот тоже стрессоры серьезные. Допустим, муж постоянно, вот типичный пример, когда хронический стрессор, муж постоянно в напряжении от того, что у него бизнес, он занял очень большие кредиты, он там миллионы занял, чтобы этот бизнес развивать, и на нем висят эти миллионы, он лично занимал, но он понимает, что ему, если он вовремя там не отдаст эти миллионы, если, так сказать, этот бизнес не разобьется, а сейчас кредитный, то ему придется закладывать, и оно уже заложено, имущество семьи, которое принадлежит всей семье и так далее. И он от этого находится в состоянии напряжения постоянно, он сосредоточен на развитии этого бизнеса, он хочет выскочить из этой ловушки, в которую он, собственно говоря, сам себя загнал, тем, что он сделал эти займы для своего бизнеса. Естественно, он постоянно напряженный, и он в этот момент конфликтует и со своей супругой, и со своими детьми, и он требует, чтобы просто-напросто, он же считает, что это он ради них сегодня делал, чтобы просто-напросто они вот подчинялись его приказам, соответствовали его ожиданиям, и все, и больше вот меня не трогайте, я вот полностью сейчас погружен в бизнес. Такое вот бывает, хронический такой стрессор может продолжаться 5-6 лет и больше. Эта семья работает, в принципе, вся на то, чтобы отец отдал те долги, которые он должен отдать, в связи с тем, что он занимался бизнесом, так сказать, и вынужден был такие очень серьезные займы сделать. Вот это такой тоже вид такого ненормативного кризиса, который возникает, но опять же, ну, по воле самого человека, да. Одно дело, там, допустим, здесь, когда, там, ну, болезнь внезапная, там, родители или ребенка, здесь, как бы, там, внезапно, а здесь, как бы, сам человек начинает такой вот ненормативный кризис вносить в жизнь семьи своими действиями. Идем дальше. Так, почему-то у меня дальше не перейдет. Ага, вот, все. Так, что хотелось бы сказать еще о ненормативном семейном кризисе. Ненормативный кризис может возникнуть на любом этапе жизненного цикла семьи, даже в самом начале семейной жизни, потому что он всегда внезапен, является внезапным этот кризис. Но, допустим, это какой-то такой серьезный конфликт, измена супруга или еще что-нибудь. Это же на любом этапе может возникнуть. Жизнь в семье. Но ненормативный кризис, он всегда требует дополнительных ресурсов в семье. Семья часто не может своими ресурсами справиться с этим кризисом. И поэтому в этот период супруги, чтобы как-то решить о семейной кризис, они идут в церковь, в храм, к священнику, к своим каким-то близким родственникам. они ищут поддержки. Вот в этот период супруги ищут поддержки. Или один из супругов, если второй считает, что, так сказать, все нормально, и не делает ничего для того, чтобы спасти семью, то один супруга ведет и ищет поддержки. Важно, чтобы в этот момент эта поддержка была получена вот на этом этапе. Часто семья не может справиться с семейным кризисом, с ненормативным семейным кризисом в течение года, в течение двух лет. И вот семья находится иногда даже в стадии полураспада достаточно долгое время. И супруги, это, конечно, сказывается на детях и так далее, и не распадаются, и в то же время не живут. Вот, допустим, часто бывает так, что один из супругов уезжает куда-нибудь работать в какой-нибудь другой город для того, чтобы как-то там у него взвесились все его чувства, мысли. И такие вот ситуации часто. Тоже мне приходится в консультации. Вместе они работали, где-нибудь в Москве жили, затем, так сказать, один из супругов возвращается, супруга с ребенком в Саратове, а тот остается. И они поддерживают отношения, они общаются с ребенком, но в то же время у них нет целостной жизни. И они не могут вместе быть, они и отдельно не могут как бы полностью отделиться и создать свои семьи, и вместе не могут. Вот такое часто бывает. Вот такой кризис в отношениях, когда конфликты приводят к тому, что вот такой хронический стрессор, они сами друг для друга становятся хроническим стрессором, супруги. Не случайно, вот сейчас вот в этой связи, из-за того, что столько много по этому разводов возникает, что супруги не способны именно эти ненормативные кризисы. Они нормативные не могут проходить, они ненормативные, если возникают какие-то сложности. Одного из супругов, допустим, работу потерял, тоже ненормативный кризис. Семьи настолько как бы беспомощны становятся, они быстро очень распадаются. Мы знаем, что сейчас на каждой, условно говоря, 100% семей до 60% разводов, на 100% брак, до 60% разводов. В зависимости от региона, в Российской Федерации тут разные цифры бывают, но вот так. И это говорит о том, что семьи не готовы встречаться с такими кризисами, не знают, что делать. И поэтому очень многие сейчас говорят, что вот институт семьи в том виде, семья, как он раньше был, не справляется с современной жизнью, с вызовами современного общества. Но никто другое пока не придумал ничего другого. В этой связи вот молодые семьи, это тоже нужно такую вот как бы тему затронуть. Молодые поколения, они пытаются как бы сначала жить вот это сожительство, гражданские браки, жить в гражданском браке, чтобы проверить, а могут ли они с этим человеком пройти испытания или нет, сколько они могут жить. И часто родители будут, даже если бывают против, но они не могут как бы полностью контролировать, если ребенок живет и работает в другом городе и так далее. К сожалению, статистика показывает, что вот эти гражданские браки распадаются и не перерастают в официальные браки, тем более пенчатные, они перерастают где-то в 20-25% случаев. А в большинстве случаев, к сожалению, не перерастают во что-то такое официальное. И иногда некоторые исследователи, это тоже необходимо отметить, специалисты по семейной психологии, говорят о том, что вот в русской традиции была такая помолвка, такой институт помолвки, когда собирались с супруги, и они, так сказать, вот тоже жили, как бы, так сказать, пробовали, что у них получится. Но здесь нужно сказать, что институт помолвки, он был обставлен определенными ритуалами, как правило, договаривались об этом родители. Это не просто гражданский брак, когда родители не знают даже, с кем живет их дочь или сын, потому что, так сказать, они где-то далеко живут, только имя его знают или на фото видели один раз. И все. Это немножко другое, то, что институт помолвки был. Может быть, он и должен был бы каким-то образом возродиться, но не как сейчас, когда нет никакой ответственности у молодых супругов, в принципе, как бы, у молодых людей даже это не супругов, не перед собой, не перед детьми, которые могут в этом гражданском браке появиться и появляются. К сожалению, вот здесь как бы нет никакого определенного такого, ну, должен быть, так скажем, ритуал определенный, соблюсти, чтобы это было, помолвки, вот, именно как раньше он был. Потому что он накладывал, то есть, тогда помолвка накладывала определенные обязательства на супруг. это было достаточно на будущее супругов, так скажем, серьезные обязательства. Так, идем дальше. Необходимо, теперь, понимая, как бы нам подойти к такому, так сказать, вопросу, что же делать, чтобы помочь семье, как же семье справиться с этими нормативными и ненормативными фризисами, которые она проходит. Здесь необходимо понимать, что собой представляет семья, как система. Семья, это действительно иерархическая система, где есть очень четкая, как бы, должна быть очень четкая иерархия, распределение ролей, и мы говорили там где-то вот в семье. Отец является главой чаще всего, но иногда в силу определенных обстоятельств и мать может являться главой семьи. Это хуже, конечно, я считаю, это нетрадиционно для русских семей, для христианского понимания, как бы, распределения, но тем не менее, если такое оно происходит, если при этом семья выполняет свои функции, родительские функции, воспитательные функции, и мать большую часть вопросов решает, то есть, во всяком случае, такой эмоциональный лидер в семье бывает, то, в принципе, семья тоже может существовать. Но это всегда иерархия, определенная иерархия все-таки имеет место в семье, и вот в этой связи первый такой обязательный компонент это самоорганизация семьи для построения таких иерархических связей. допустим, кто-то из родителей в этой самоорганизации выполняет одни функции, один из родителей, другой из родителей другие функции выполняет, тот и финансовую нагрузку несет больше, кто-то вот функции интегративные, объединяя всех и так или иначе функциональность распределяется в семье обязательно. Дети, конечно, каждый из детей несет свои функции, на старших детей как правило этих функций обязанностей больше всегда возлагается на младших меньше. второй компонент семьи это открытость, это некие такие вот легкие семьи, так скажем, должны быть, это взаимный обмен энергии между семьей и обществом. Семья не может находиться вне общества, то есть это если только семья уходит совсем в лес, живет в лесу как бы и там выбор такой делает и воспитывает соответствующим образом родителей, есть такие семьи, но таких минимумов, но даже эти семьи общаются каким-то образом с обществом, они соединены, может в меньшей степени насоединены и поэтому, так сказать, семья должна учиться общаться с обществом, каждая семья, если она живет в мегаполисе, в большом городе, она должна учиться правильно общаться с обществом, отделять, так сказать, фильтровать то, что приходит в семью из общества, должно быть, ну, иметь место должно быть фильтры. И я уже говорил как-то там вот с одними своих родителей, говорю, у вас есть стоят фильтры какие-то вот в семье, они говорят, ну, какие, о чем вы говорите, я говорю, ну, хотя бы вот на ваших компьютерах стоят фильтры специально, которые защищают дети, ваших детей от такого деструктивного, разрушительного контента, разрушительных каких-то там сайтов и так далее, вы как минимум должны, если вашим детям, допустим, 6-5 лет уже установить это, потому что ребенок может увидеть что-то такое совершенно случайно всплыть в компьютере, вы даже будете на кухне и не знать, он подошел к компьютеру и так далее, вы должны установить фильтр вот от внешнего мира даже на уровне вот компьютера обязательно. семья должна быть в меру открыта в этом смысле воздействия общества, она не может быть полностью закрытой, при всем этом желании она не может быть полностью закрытой. И вот этот важный такой компонент это именно регуляция этой открытости и закрытости семьи. Насколько она может быть открытой, необходимо регулировать это. Так, идем дальше. Семья, в семье есть такой компонент как неравновесность, он проявляется при нормативных кризисах и как правило эта неравновесность она приводит к тому, что неравновесность это значит, что в семье могут быть какие-то изменения, могут быть изменения в ролях, в обязанностях и так далее. Семья это не такая жесткая система, не некий такой кристалл затвердевший, а это скорее похоже на какую-то динамичную модель, которая развивается, как игровые такие модели бывают, которые можно кубик Рубика можно сказать, где можно по-разному покрутить вот эти вот части кубика Рубика и перестроить в зависимости от того или другого кризиса. Допустим, отец может на себя какие-то функции другие взять, которые действительно позволительные ему брать, мать может на себя другие функции брать, часть функций может перераспределиться на взрослых детей и так далее. И в этом смысле неравновесность полезна для семьи как вот такой важный такой компонент как способность семьи, она необходима как способность семьи адаптироваться к изменяющимся условиям и внутренним и внешним. Важный такой еще компонент как нелинейность развития. У семьи постоянно есть множество вариантов развития и вот внешние обстоятельства заставляют иногда семью переезжать в другое место жительства, в другой регион и это нормально, если семья вот в этом смысле тоже определенным образом меняет в зависимости от требований среды как бы свое место жительства, если действительно это полезно, если это правда, это лучше как бы если семья изменит и как бы если родители откажутся от своих каких-то там вот таких ригидных установок ради будущего своих детей что-то изменят, поменяют, это нормально. И нелинейность развития в этом определяется тем, что были одни планы но потом как бы но ожидали допустим что будет только двое детей а планы изменилось и родилось трое сразу и как бы нужно переезжать в большой дом и вот нужно деньги собирали на машину а теперь деньги будут вложены в большой дом нормально это нормально потому что сказать нужно нести ответственность прежде всего за детей и создавать им условия вот в этом тоже нелинейность развития может проявиться вот важный такой компонент следующий компонент сообщений или коммуникации которые происходят в семье это любые действия членов семьи которые они ну любые сообщения любой хлопок дверью уход человека или занимаем положение на диване и так далее это все некие сообщения которые каждый член семьи выдает другим если допустим взрослый сын ходит по дому постоянно в наушниках или там взрослая дочь будет в наушниках и только там слушает то что из наушников ей вещают и она тем самым тоже определенное сообщение своим другим членам семьи дает о том что она не хочет их слушать или еще что быть или очень дозировано хочет слушать их это некие такие важные сообщения сообщения может быть мимика даже на уровне микромимики супруга они должны быть ну достаточно члены семьи чувствительны с одной стороны к этим сообщениям с другой стороны они чувствительны на уровне восприятия понимания проницательности на уровне но в то же время они должны западать эмоционально если это сообщение им каким-то не нравится необходимо не обижаться на в ответ на какой-то такое некорректное сообщение общаться выяснять почему она произошла и допускать что кто-то мог нечаянно или там вот в сердцах там может быть там вот вспылил кто-то членов семьи дал это сообщение но даже это не связано непосредственно с его отношением с отношением мужа к жене или там в отношении матери к своему ребенку эти сообщения должны проясняться так скажем проясняться чтобы семья развивалась дальше и в этих сообщениях обязательно должны быть конечно позитивные моменты семья держится на этом это должны быть какие-то фразы о любви принятии фразы поддержки которые супруги которые дети должны друг другу дети родителям родители детям все члены семьи должны друг другу транслировать если это расширенная семья то в эти сообщения включается и бабушки и девушки которые живут вместе с и все домашние которые живут в семье есть это расширенная семья и благодаря вот этим сообщением возникает некое чувство такое единство в семье на целостности и единство и проясняется какие-то моменты сообщение позволяют ну как бы заниматься профилактикой семейных конфликтов семейных снятием ситуации напряженной конфликтной ситуации когда еще нет конфликта как такового но уже возникла некая такая ситуация напряжения вот супруги должны выяснить это между собой либо родители с детьми что почему такое сообщи почему ребенок друг буркнул на вам предложение попить вместе с ними чай или еще что вот это очень важно так сказать в семье вот эти коммуникации сообщения которые так сказать члены семьи посылают друг друга важно чтобы они были всегда прояснялись будем полностью так сказать эти коммуникации вы прояснены между всеми членами семьи идем дальше стереотипы взаимодействия это уж не просто сообщение взаимодействия вот как взаимодействует супруги как они взаимодействуют на кухне как они за ним взаимодействуют по хозяйству и так далее это повторяется может быть каждый день надо взаимодействия происходит с минимальными сообщениями иногда взаимодействия просто на уровне это слов до происходит на уровне как бы конфликтов и так далее но важно чтобы в семье именно было взаимодействие на уровне именно совместных действий это совместных действий которые именно воспринимались что нас не как действия поддержки по отношению друг другу очень важно каждый член семьи чувствовал что его поддерживают и вот если родители поддерживают допустим своих детей своими действиями то они тем самым родители как бы помогают детям осознать важность вот семейного вот важно семьи как некой общности важно семьи как общности которые которого всегда может получить поддержку идем дальше стереотипы взаимодействия они усваиваются детьми и потом уже воспроизводится детьми это очень важно да если это позитивные некие стереотипы стереотипы это не знаешь что-то плохое там да это некие такие автомат может быть автоматически действия это не значит это плохие есть это когда люди помогают на друг другу во всем хозяйстве и так далее они усваиваются детьми очень важно не надо иногда супругам никаких морали детям пытаться читать если дети включены в эти вот взаимодействие они просто начинают повторять примерно то же самое что делают их родители и тем самым происходит обучение и воспитание лучше всего и затем очень важно такой тоже компонент семейные правила вот этот компонент я отдельно сейчас мы рассмотрим потому что он требует рассмотрения семейные правила часто бывают как гласные так и не гласные правила и задача супругов чтобы как можно больше было именно гласных правил ясных таких вот которые как бы большая часть правил должна быть осознанным допустим гласные правила что дети не должны перебивать взрослых и допустим родители установим время когда ребенку нужно идти спать это важно что эти правила еще необходимым к этим правилам могут быть такие подпункты допустим когда ребенку спать устанавливать родители и это не обсуждается не должен ребенок с этим спорить так далее часто бывает так что родители вроде бы огласили правила но они сами эти правила не выполняют не добиваются того чтобы выполняли дети ребенок идет спать но ребенок уже взрослый ему уже там 10-12 лет он уже относительно взрослый он идет спать вместе с телефоном до ложится и он не засыпает еще час или два сидит там лежит то и точно подъявил телефонами родители примерно даже знаю что там телефон ученый но настолько они заняты чем-то другим или там допустим смотрят телевизор или что что они как бы закрывают глаза на то что ребенок не выполняет ими же установленные правила вот это очень важный такой момент правила если они семейные нити установлены они должны соблюдаться ребенок тогда начинает переносить необходимость соблюдения правила семейной жизни на всю странную жизнь просто если ребенок привык не соблюдать правила в семье потом он не будет соблюдать законы которые с которыми столкнется там закон уголовного кодекса до российской федерации любые другие законы просто он не привык соблюдать некие жестких границ вот это очень важно негласные правила а вот если они есть они как правило таким это такие темы которые но родителям почему-то тяжело обсуждать ну допустим тема алкоголизма до отца допустим она не обсуждается да если такое в семьях же есть как бы отец может есть он достаточно при этом зрелая личность есть у него такой бывает запойные алкоголики дать человек работает 45 месяцев 6 месяцев нормально работа потом срывается и пьет неделю и при этом ему стыдно он закрывается там где-нибудь уезжает на дачу чтобы не видели дети его такое бывает и как бы все понимают что вот у отца такой период наступил новый не новый тяжелый период поступил до очередной раз у него запой но при этом это никто не обсуждает иногда это может быть да если не не готовы родители как-то это мы проговорили дети сами просто психологически морально не готовы правильно это понять вместить в себя дети не смогут это как бы то лучше как бы и не обсуждать это но в принципе как бы по мере разве роста детей их личностного становления зрелости все равно любые темы будут подниматься и так или иначе подниматься негласные правила бывали такие что все лучше ребенку допустим и это не обсуждается как бы в нашей культуре уже заложено у нас в общем-то детоцентрированные семьи семейная культура до кадета центрирована это нормально это правило который работает на семьях вот и что хотелось бы еще сказать про правила если молодые вот супруги создают семью и они начинают жить вместе так или иначе какие-то правила возникают между ними они либо их проговаривают и надеются сказать что после этого того как они проговорили эти правила все будут соблюдать то есть если не соглашаются что давай мы будем вот так делать так поступать когда закупаем продукты когда едем допустим на рынок закупать продукт или супермарк когда мы там будем гуляем с детьми кто берет на себя вот эти обязанности кто другие то есть предполагается что вот эти правила они не просто однажды проговориться они устанавливаются и соблюдаются и они влияют на распределение семейных ролей функции они влияют на определенные границы которую семья устанавливают по отношению к внешнему миру к друзьям к родственникам и так далее и они позволяют семье развиваться целостно двигаться да вот семья говорит моя семья моя крепость вот в этой крепости устанавливается определенное это сказать правило чтобы эта крепость она же не разрушилась не пала под влиянием под воздействием каких-то набегов да и это нормально но самое главное чтобы эти правила действительно соблюдались и не отменяясь в одностороннем порядке ни одним из супругов что сожалению бывает и это как раз приводит тому что потом разрушается семья вот поэтому да и если эти правила вот начинаются самого начала семьи обсуждаться проговариваться и выполняться только правило семья жизнеспособна она жизнеспособна на любого цикла эти правила может могут пересматриваться в связи с тем что дети становятся более взрослее там в связи с тем что кто-то из детей там допустим уезжает там внуки начинают жить или еще что-либо они пересматриваются корректируются семья переезжает другой дом но они должны быть они должны и они проговариваться должны это позволяет семья говорю оставаться в такой целостности целостности функционирования всем понятно что будет завтра что будет послезавтра как себя поведет отец как себя поведет мама в тех или иных случаях вот как бы это устанавливается некими правилами гласными либо негласными правил это очень важно и это создает у детей ощущение такого того что семье все стабильно все хорошо и и взрослым все понятно вот часто психологом ну любым вот там социальный педагоги кто работает семье часто приходится работать с этими когда приходит семья и начинаешь общаться спрашивать какие у вас есть семейные правила и вас есть семейный ритуал вот что у вас семьи есть такое чтобы вот сплачевала семью что вы можете сказать что здесь например будет сплачение семьи если вот этих правил нет они отменяются постоянно самим главой семьи пересматривается и тогда это в семья семью лихорадить семье нестабильность полная даже глава семьи может приносить очень много денег семью но он при этом сам нарушая все правила те которые только могут быть как бы установлены мыслим и немыслим то эти деньги не спасают стабильность семьи не помогают семье развиваться они очень негативно влияют на личностное развитие детей тогда вот эти вот это эти отмены про дети понимают что все можно что все допустимо если там ты глава если ты решаешься ты можешь отменять для других а устанавливаешь правила о себе как бы вот это очень губительно это очень губительно сказывается на личностное развитие детей поэтому каждый из родителей обязан те семейные правила которые есть соблюдать он должен обязательно прежде всего на себя брать обязательства по выполнение типа вот о чем хотелось бы вот сказать это важно говорить про правила и он дальше вот для укрепления семьи что необходимо делать важно вот ориентироваться на какие так сказать положения каждый супругов должен быть самостоятельной личностью вот и каждый супругов как самостоятельная личность он его вот это самостоятельно личностно самостоятельность она влияет в том числе и на самостоятельность детей роль мужа жены должна преобладать одну над ролью сына и дочери да вот это имеется виду что супруги не должны зависеть от своих родителей своих родительских семей и если они не зависят то они уже проявляют себя как самостоятельные личности и они этому же учат своих детей они должны учить потому что если человек не будет самостоятельной личностью и родитель не будет стремиться тому чтобы дети были самостоятельной личности у детей возникает вот этот самый синдром выученной беспомощности о котором мы говорили вчера ребенок остается не самостоятельным беспомощным и в 30 лет своей жизни на 30-м году своей жизни на 40-м сожалению такие вот случаи возникают и ответственность прежде всего на родители вот такие случаи второе важно сказать тоже пункт укрепление семьи это поддерживать баланс между единством супругом и супругом и личностной независимостью вот казалось бы семья это всегда единство и какие тут могут быть еще еще отдельные интересы и так далее но если внутренних границ нет то каждый из партнеров не способен ответственность нести за себя вот и за свои действия в семье и тогда за саму семью нужно чтобы каждый нес граница нужны для того чтобы каждый супруг неж свою ответственность точнее свою часть ответственности за то что происходит в семье вот почему как бы вот если как бы ну так условно говоря супруг переложил всю ответственность на свою супругу за материальное снабжение семьи а сам там сидит дома и говорит что вот нет работы никуда не берут и так далее и вот так сказать ну я тебя люблю я готов тут подумал что-то делать помогать и так далее он все равно не несет до конца ответственность либо они договариваются именно так будет и это ее выбор но как сама каждая самостоятельная личность что он будет дома какое-то время год допустим с детьми или она с детьми вот и тогда они договорились и поддержат это правило о чем вы говорили либо если это происходит вот как бы вот только потому что как бы один из них решил и вот давай не будем ссориться по этому поводу то ничего хорошего это от этого не происходит это не проговариваться когда нет определенного такого договора супруга относительно вот статуса и действия функции каждого супруга следующий момент очень важный каждый супруга имеет право на какие-то отличные интересы желания плана но если они конечно не расходятся с общими правилами семьи с общими интересами семьи ну допустим супруга вечером ходит на фитнес занимается там поддерживает свою физическую форму и так далее а муж в это долгое время может находиться дома нормально я считаю что вполне это может быть нормально или там допустим там допустим муж ходит ездит на рыбалку там каждую субботу и это все знают что папа собрался поехал на рыбалку и как бы все это не обсуждается это критикует он реально ездит на рыбалку привозит там вот и у него есть такой а жене это неинтересно но она отпускает его и спокойно к этому относится это тоже не считаю бы вполне человек как бы снимает стресс в конце недели вот этой рыбалкой здесь не должно быть никаких конфликтов по этому поводу есть это реальная рыбалка без пьяных без ничего да то есть в этом смысле интересы вот такие хобби супругов они могут расходиться друг с другом но это не должно как бы главное чтобы не противоречило интересам всей семьи следующее важно такой момент супруги должны вместе создавать безопасное внутреннее пространственным психологическом плане безопасным вот пространство и супруги могут выразить там ярость несогласие не бояться итога но вот как бы так сказать но я расчет там возникает как такая вспышка и как не вода вспышка она возникает ну она проходит бесследно и без негативных последствий только в том случае если человек допустим вот ну пришел с работы отец и у него там что-то произошло очень тяжелый он просто поделился этим он может эмоционально это высказать и так далее но он не должен ни в коем случае переносить вот свою агрессию на своих близких родных он может там покричать даже допустим там постучать кулаками там в грудь себе да сказать ну как же я зол на вот своего заслужиться и тогда ли он он не должен сдерживать себе эти эмоции ну как бы это главное чтобы вот не переносилась на других членов семьи вот тогда это будет безопасно внутреннее пространство если это не переносится если эти эмоции просто в семье ему надо поделиться с кем-то он не может себе это носить супруга допустим что-то такое рассказывает о конфликтах тоже не может себе носить но при этом как бы должно быть состояние вот такой безопасно эмоционально благоприятный климат должен оставаться в семье в самой семье вот и вот если это уже конфликты связаны внутри семьи недовольства то это другое дело и здесь тоже как бы они могут проговариваться и так далее но да ну но в этом случае вся ситуация должна обсуждаться и люди должны идти на компромисс либо на сотрудничество то есть на какие-то такие разумные пути решения этих проблем которые возникают до замалчивать ни в коем случае не должны потому что тоже никак не ведет безопасности свои обиды супруги не должны замолчивать свои несогласия вот и негативные эмоции и замолчивать не должен ну как вопрос как они должны выражать это не должно выражаться так что приводило подрыва эмоциональной атмосферы вот очень важно именно так это сделать важно также вырос тут супруги выработали такие надо долгосрочную перспективу не вот ситуативно она долгосрочную перспективу правила для решения конфликтов которые возникают между ними допустим одно из правило может быть такая что они не должны конфликтовать при детях тут очень важно чтобы супруги умели общаться на такие сложные острые темы без вот присутствие детей если так сказать возникло какой-то конфликт потом есть возможность дети легли спать обсудить это или еще что-нибудь потому дети когда они воспринимаются супруги конфликты мамы и папы они воспринимают это просто иногда на дети младшего возраста как трагедия не просто начинает плакать более того есть это серьезные скандалы какие-то конфликты дети начинают винить себя вот ребенка так работает все это интересно что у него невротическое такое самообвинение происходит мама с папой поссорились вообще никак это не связано было с ребенком а ребенок почему-то начинает себя ругать такое бывает это следствие такой вот травмы который ребенок получает в результате конфликтов поэтому прав правила по решению желательно включить что конфликты серьезные особенно как бы разногласия не обсуждается при делах и допустим то одно из правил что эти конфликты не должно обсуждаться при этом родственник жены при родственниках мужа перед коллегами не должны выноситься во время этих конфликтов супруги не должны переходить на оскорбление это действительно тоже очень важный момент и не затрагивать какие-то больные темы которые неразрешимы в принципе ну допустим вот такое у меня на консультации когда у молодой молодая семья у супруги очень серьезно болел алкоголизмом ее мама она сама не болела она никаким образом как бы не вот не зависит но у них были конфликты между собой и вот всякий раз ее молодой муж когда вот супруга вела по его мнению как-то иррациональная как-то неправильно он всякий раз говорил да вот у тебя мать алкоголичкой вот ты поэтому так вот как бы вот себя ведешь потому что ты типа воспитывалась такой семья вот тебя не научили тому не научились ему естественно как бы для нее это было очень болезненно слышать и самое главное что никак не приводило к разрешению тех конфликтов которые стояли перед ними это только усугубляла между ними вот эту пропасть и очень больно и переживалось и так далее и мне вот он ведь но я же прав и мне очень тяжело было убедить его не говорить я же прав как она поймет что на там неверно делает если я не буду говорить не буду как бы апеллировать тому что вот что на нее влияет то что она себя ведет неправильно и нужно было очень достаточно много привести примеров и так далее того чтобы доказать что нет не стоит вот эти больные темы затрагивать если ты хочешь действительно конструктивно повлиять на ее поведение может быть и даже прав что ей нужно поведение ну вот апеллировать этим больным типом ни в коем случае не стоит часто сожалению даже вот но супруги близкие люди между собой вот забывают пренебребрегивают и это может привести к еще большим конфликтов с углублением конфликтов вот это все проговаривается тоже когда правило о чем мы говорили предшествующий слайд был когда правило устанавливается семье что можно говорить что нельзя говорить даже в рамках конфликтов даже когда у вас несет у вас очень много на душе это масло наболело и так далее вы должны уметь себя сдерживать еще один такой важный момент это развивать чувство юмора и члены семьи с членами брачной пары должны быть достаточно мере самое ироничное не должны с иронии воспринимать себя вот часто это и сам иронии препятствует вот профессионально выгорание супругов когда они себя вот он сумму он допустим начальник вот такой весь начальник начальник 24 часа в сутки и вот он уже с иронии сам иронии супруга даже китами намеки делать чтобы он перестал быть начальником он как бы не совсем до конца понимает и и легкость и иронии так далее он начинает даже на это негативно реагировать вообще чувство юмора помогает не только снимать мелкие ссоры а укреплять просто эмоционально единственно семья но необходимо она является такого вот клеем связующим клеем и хорошо если дети понимают юмор родители родители получили понимают юмор детей они начинают больше понимать друг друга в целом у них возникает такой тесный контакт более эмоциональный тесный контакт взаимопонимания вот и такой юмор может во время какие-то уже в семье свои какие-то шутки есть при болотке может вовремя срабатывать и снимать конфликты на стадии только возрождение конфликтной ситуации что очень важно дальше что еще необходимо сказать по поводу вот сказать фактором укрепляющих семью члены семьи должны удовлетворять потребность друг друга в симпатии уважение признание эмоциональной поддержки психологической защите то есть выполнять терапевтическую функцию по отношению друг другу это очень важно если они эту функцию будут выполнять если мы возьмем посмотрим как бы вот такие самые благополучные семьи то мы увидимся в этих семьях что всегда супруги мудро очень поддерживали друг друг во всем благополучных семьях это имеет место как бы люди не обладая никаким психологическим образованием некоторым она даже может иногда и вредить они действительно являются психотерапевты вот они в общем-то очень очень корректно очень тактично могут поддержать другого человека в сложной ситуации сказать именно то что нужно не сказать лишнего это очень важно и тем самым он показывают своим близким что они действительно их понимают любят и поддерживают это очень важно да вот чтобы эти сообщения были очень корректно тактичные и тогда они именно будут в этом случае они будут очень психотерапевтично не следует вообще отметить что коммуникативные навыки каждый из супругов это важно такой фактор разрешения кризиса и часто это супругам кажется что я умею общаться я доношу свои мысли легко просто я там на работе вот там ведущий там какой-то там допустим менеджер по работе с клиентами он он прекрасно уговаривает этих клиентов купить какие-нибудь услуги или товары и значит ему кажется что он прекрасный коммуникатор но в семье требуется другие навыки более тонкие постройки и эта коммуникация в семье связано с необходимостью чувствовать другого члена семьи чувствовать его состояние подстраиваться под его состояние и мы говорили до этого что психотерапия не понимает коммуникации должны быть такие чтобы они оказывали поддержку потому что семья это особого рода общность это не отдел в организации это особого рода обществе требуется именно тепло и вот эмоциональная поддержка этого требует дети от родителей это это требуется во взаимоотношении в супружеской паре и как правило эти коммуникации нарушаются когда возникают кризисы до разбалансировка происходит когда кризисы в семье нормативные ненормативные люди перестают слышать друг друга слушает друг друга и чтобы вернуться вот состояние стабильности им нужно перестроить иногда эти коммуникации им нужно научиться заново общаться с друг другом так чтобы понимать при этом друг друга и находить новые слова новые подходы и так далее и особенно это после каких-то серьезных конфликтов эти коммуникации могут быть связаны с умением просить прощения друг у друга с умением перестраивать ну сам характер общения донаций так далее это очень важно чтобы супруги умели это делать и тогда это будут уметь делать их дети уже в своих собственных семьях идем дальше мы подходим такой важной теме как индивидуальные задачи которые стоят на перед каждым с супругом супружеских отношениях ведь каждый выполняет свою задачу то есть перед ним и стоят его задача да и задачи общей семейной да но есть задачи которые каждый супругов должен выполнять по отношению к своим обязанностям и так далее и вот чтобы этим задачи выполнялись каждый скру должен работать над собой он должен делать все для того чтобы в семье был какой-то климат позитивный климат создавать да и это духовный рост это всегда это работа над собой она требует там чине соответствующей литературы духовной христианской литературы литературы посвященной семье может быть отдельные какие-то статьи это размышление на этот счет если человек постоянно поддерживает себе вот это вот как бы размышления на тему взаимоотношения семьи то он как правило развивается и ему приходят во время те статьи которые нужны ему которые нужны для разрешения тех или иных конфликтов для предупреждения ситуации просто приходит кому вот так посылается слышим и он читает именно ту книгу которая нужно прочесть и так далее но это нужно чтобы сам супруг проявлял к этому стремление стремлением поддерживать глазах супруга свой престиж статус и даже это сказать может сказать в глазах супругов прежде всего они должны видеть что человек стремится действительно делать все для того чтобы семья сохранялась повышение культуры взаимоотношения супругов она обязательно строится на общей культуре эмоциональной супруги должны тонко чувствовать эмоции и понимать эмоции как свои собственные из тогда они будут эмоции друг друга понимать то есть их общий эмоциональный интеллект должен быть достаточно высокий они должны понимать что происходит с ними и тогда они будут понимать что происходит вот с их уже мужем или женой поскольку если человек не понимает себя собственно эмоциональное состояние что с ним происходит а такое есть есть такое понятие даже алекситимия это сниженная способность к осознаванию артикуляции то есть проговариванию дифференциации собственных эмоциональных состояний алекситимия она может быть как первичной врожденной там вследствие определенных вот врожденных дефектов расстройств у детей допустим которые бывают у мужчин часто бывает такая системе грубость эмоциональная грубость по-другому неспособность выразить свои чувства такие вторичная лекситимия она вторичная лекситимия она больше связана с какими такими заболеваниями типа алкоголизма и так далее когда эмоции человека становятся более грубыми неуместными шутки какие-то неуместные так далее и вот это влияет на культуру взаимоотношений супругов они просто перестают понимать друг друга вот есть такая проблема как алекситимия как именно сниженная способность и чаще она проявляется у мужчин способность пониманию собственных состояний эмоциональных состояний и это требуется как бы работа над собой да в этом случае если есть необходимость то должны супруги ли они супругов осознать это принять это ответственности работать над собой чтобы он понимал себя и тогда понимал уже других и понимал что другие чувствуют от его слов от его действий от его шуток и так далее ну и при этом супруге вот повышение взаимной автономности супруга и ци это как бы это автономность рамках все-таки целостности то есть это не отделение ради отделения отделения ради того чтобы автоном приобретение автономика самостоятельности для того чтобы это целостно семейная была более устойчивой прочной то есть имеется ввиду каждый супругов должен быть такой самостоятельной личностью которая может остановить другого супруга есть тут неправильно делает если он пошел на какие-то неверные шаги если он как бы допустим один супругом решил брать какой-то займ кредит сейчас многие к сожалению семьи страдают эти займы второй супруг может сказать не надо этого делать давай я знаю другие способы как мы можем решить эту проблему давай не будем брать очередной кредит займ мы решим это как-то по-другому приемлемо и все вот у меня есть там какое-то решение такой вот план допустим и здесь вот в этом случае автономия полезна автономность когда один друг друг один супруг другому говорит это важно такие вещи с финансовом плане которые могут остановить его от ненужных действий вот в этом вы такая автономия она нужна и полезна вот еще важный такой момент для развития супругских отношений это достижение равновесия между социальными сексуальным началом имеется ввиду что супруги прежде всего должны понимать что вот этой биологической природы сексуальное начало а которая лежала в основе формирования семьи она не может постоянно превалировать у них есть их социальные роли их социальные обязанности которые рано или поздно будут выходить на первый план на первый план то нет меняет как бы вот и сексуальных отношений в семье но на первый план именно их социальная задача становится роли там о воспитании детей допустим содержание семьи нас вот эти вот те социальные обязанности которые стоят они должны всегда быть на первом плане у супругов и вот тогда вот именно равновесие потому что в этом смысле как бы первое идет социально потом уже год все остальное биологическая природа человек является биосоциальным существом и вот это вот равновесие баланс всегда должен поддерживать гибкий стиль в отношениях которые супруги должны одежды принимать он предполагает что супруги должны допускать что какой-то момент времени муж может взять на себя обязанности жены особенно если уже ну допустим осложнение после родов и это такие нормальные такие ситуации штатные когда бывают осложнение какой-то период длятся и если муж в этом время больше возьмет на себя обязанности это будет вполне нормальный супруга это оценит и это единственный выход если не готов муж к этому то часто это может очень серьезно наложить отпечаток на отношении в будущем он говорит ну болеешь не болеешь ты должна убраться в квартире я там типа не буду я сейчас уезжаю на работу никогда этим заниматься и как бы твоя проблема решай сама ну вот если вот такую подходит он может очень серьезно потом разлад будущем нести в отношении между супругами цена разлад очень серьезно может от таких вот такой ригидной негидкой позиции быть поэтому супруг каждый из супругов должен вырабатывать эту гибкость в отношении следующие как могут важно такой тот же пункт в преодолении проблем семейной жизни это успешное прохождение предыдущей стадии жизненного цикла имеется ввиду когда каждая стадия осознается все что было сделано то есть все что было сделано не сделано это именно обсуждение анализ 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 этих взаимоотношений кто-то включил вот и если этот анализ происходит то семья переходит на следующую стадию уже осознанно она понимает выполнила какие-то функции не выполнила надо выполнить что-то доделать и это как бы уже доделывается компенсируется но происходит вот такое осознанный переход на другую стадию потому что жизненный цикл семьи он всегда требует перехода с одной стадии на другой это неизбежно но главное чтобы это было успешно создано и вот если есть осознанность то как правило есть успешность если как бы нет осознанности если что-то там не проговаривается если что-то замалчивается так далее то успешности не произно не возникает до конца идем дальше вот что как правило программа кризиса помощи которые психолог начинает работая с семьей что в эту программу входит и здесь это как будто программа никита алгоритм действий который может быть также освещение в какой-то мере делает тогда необходимо сначала четко выявить проблему выявить проблему которая лежит в основе основная проблема делить ее от всех второстепенных проблем которые есть и как бы вот как правило есть про так основная проблема который запускает все остальные и вот с ней нужно решать на ней прокусироваться необходимо как бы задача часто это не 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 так просто потому что супруги говорят много обо всем сразу если не приходят на помощь на встречу на консультацию психологу или допустим сотруднику епархии который там в семейном центре кризисном центре они говорят обо всем сразу и здесь не так легко выявить этого отделить эту проблему от всей второй вот так сказать гряды второстепенных проблем которые как следствие это основной проблем бывает выявить выяснить действия человека который переживает кризис вот именно личностный кризис какие действия запускают эти проблемы как он своими действиями запускают эту проблему что он делает как вы создаете вот иногда это такой вопрос обезоруживает людей они даже говорят мы не понимаем тем не менее я иногда так задаю даже прям вопрос как вы создаете эту свою проблему давайте рассмотрим что вы делаете такое что она возникает что внутри вас происходит какие эмоции мысли внутри вас возникают которые приводят создание этой проблемы давайте разберемся потому что проблема же не пришла как некий такой человек гость зашел до чемоданами поселился в вашей семье она возникла и внутри у нас сначала из вас вот нужно по понимать что все проблемы они коренятся в наших собственных мыслях действия поступках чувствах и после того как и человек проговаривает он значит принимает на себя часть ответственности и все объясняет как происходит как он запускается в действие проблемы что своими действиями или бездействиями иногда бездействия как бы что что от его бездействия бездействия зависит в этом возникли проблемы частично это и может быть и в долгом супруге бездействия другого но так иначе это выясняется и тогда человек принимает на себя ответственность ли часть ответственность за то что он создает эту проблему в семье в самом себе в семье и так далее как вот здесь очень важно выяснить как он создает если он выгорает а потом выгорит что не приходит в семью и начинает там кричать на всех раздражаться то это он же сам создает сами действиями к проблемам а не то что в семье каким-то образом другие себя неправильно человек осознает это и принимает этот мы уже тогда можем оказать поиск в поиске помощь в поиске пути выхода из этой ситуации из на ситуации мы говорим что ему нужно сделать и вместе с ним планируем и даже пробуем чтобы чтобы решить эту проблему возникшую проблему как правило это всегда комплексный подход иногда человеку нужна и медикаментозная определенной поддержки можно там пропить какие-то витамины чтобы прийти в себя какие-то там у лекарства ему нужно отдых какое-то там переключение если он допустим вот в леса стане личностного кризиса находится и это отражается серьезно на семье на семейных отношений и человек иногда нуждается просто на просто каком-то отдыхе и переключения здесь очень важно понять и общим смыслом стратегия вот действия показания помощи является вот понимание смысла пресс зашедшего совещая постоянно субъективной теории кризисного события это и субъективное то есть как человек видит это изнутри и как бы вот и в этот в этом и его видение мы встраиваемся для того чтобы помочь ему уже изменить это ведь уже исходя из его точки зрения мы смотрим на все с его точки зрения дальше уже помогаем развить эту точку зрения расширить и это приводит к восстановлению чувства контроля над ситуацией на конфликтной ситуации на жизнь в целом и в итоге человек начинает как бы понимать что он может решить проблему состояние это приводит восстановление самооценку и его надо бы должна быть сама реалистичной то есть она не должна быть не завышена не занижен и нам не случайно есть такое послушать дается всегда испытание по нашим силам вот человек должен понимать что все очередное предиспитание которое пришло к нему в том числе в рамках семья но ему по силам главное чтобы он честно встретил здесь очень честно встретил как бы всем и честно признал как бы часть своей ответственности но вины ответственности я с чувствами на случай не употребляю ответственности за происходящее чтобы признавать ответственностью он изменил что что то что необходимо изменить в его действиях его мыслях поступках что приводило к проблеме в семье как правило здесь мы видим четкую взаимосвязь между личностными какими-то проблемами и семейными проблем которые возникают если человек допустим постоянно ходит но и в на работе дома вот пример такой он ругает эту жизнь ругает что вот власть плохая стране городе плохие тоже власти на местном уровне соседи плохие все плохо вот все так вот все глупые все неправильно действуют и так далее то это ни к чему хорошему не приводит в итоге как бы приходит тому что и все его семье него не понимают никто не ценит и так далее власть может быть какой угодно то у нас в россии никогда там не было идеальных властей но ответственность твоя как взрослого там до человека за то что ну ты несешь позитивный как бы настрой это вот чисто твоя ответственность вне зависимости у как поступает вот ты должен нести позитивный настрой как вот батюшка серафим говорил саровский радости вот у человека должна быть у христианина радость от каждого дня но встречал каждого человека с этими словами здраво радость моя и так далее он видел радость каждом пришлищем в каждом своем встречном ближнем вот этот христианский подход который должен быть всегда во все времена как бы сложно человеку не жилось вот это очень важно как бы вот чтобы доносить его во время работы с семьями с супругами доносить их на их полной ответственности как взрослые их мысли их состояния мысли настрой их эмоции это полностью их ответственность никто за них этого не сделает только не сами вот собственно говоря по семейным по семейным кризисом мы прошли почти до конца я сейчас маленькую такую сделаю пробежку значит что вы сделали чтобы чтобы это сказать еще раз в голове у нас осталось и так мы проговорили о том что он семья развивается определенными жизненными циклами и каждый жизненный цикл как бы вот включая себя начало стадию начала стадию это сказать прохождение окна то есть . вот рассвета также семье и стадию постепенно в завершении так как каждая личность также как каждая семья и среди этих жизненных циклов есть цикл созданием надо цикл вот вот первое вот это ухаживание цикл рождение первого ребенка рождение второго ребенка выход детей в свет и в становлении взрослений детей возрела семья с подростком мы говорили о том что семья потом остается вот опять диада когда супруги остаются опять одни уже без детей дети выросли как бы их не было и они могут выполнять роль бабушек и так далее но они уже на другом уровне они опять вернулись себе им нужно опять решать задачи связаны с их личностным духовным как бы развитием то есть вот цикл семьи таким образом завершается да и мы говорили о том что семья может быть обладать различность степени гибкости ради и сплоченностью и если это гибкость слишком большая и разобщенность при этом очень большая на низкая сплоченность то это приводит к разобщенному типа семьи если гибкость слишком низкая при этом очень сплоченная семья то это тоже плохо как бы вот мы говорили о том что нормативные кризисы они неизбежны переживаются с личностью семьей и изменение не избежать семья не должна как бы избегать изменения должна просто трансформироваться да и это нормальная трансформация переход из одного состояния с ними другую связи с рождением детей новых с их взрослением и так далее супруги должны к этому быть всегда готов мы говорили о соответствующих визы которые бывают семьи на том или ином этапе жизненного цикла который семья должна пройти мы говорили о том что эти нормативные кризисы могут сожалению на них накладываться еще не кризисы ненормативные и таким образом человек может быть даже ситуация когда у него личностный профессиональный кризис и нормативный какой-то кризису проходит допустим дети на стадию подросткового возраста у него личностный профессиональный кризис у него потеря работы и еще какой-то вот ненормативные страстной потеря работы там вот и вот ненормативные такие кризисы возникают да такое бывает сожалению для человека приходится дополнительные ресурсы искать возможности чтобы решить вот все в комплексе ведь и весь этот комплекс задач просто и в ненормативных кризисах сопруги должны прежде всего заботиться о том чтобы оберечь детей сберечь детей их психику и сознание вот и от негативных воздействий потому что тот образ отца как образ матери которые есть возникают у них очень важен для последующего развития личности ребенка и мы говорили о том что семья как система обладает определенными компонентами важными компонентами которые необходимо поддерживать и развивать нас семья всегда самоорганизация всегда семья взаимодействует каким-то образом с внешним обществом и это взаимодействие должно быть частично открытым частично достаточно как бы с фильтрами определенными быть это в семье должна быть определенного рода так сказать способность трансформации неравновесность в семье может присутствовать нелинейность развития когда допустим по-другому нужно потратить деньги в семье обязательно должна развиваться способность правильно передавать и принимать сообщения между членами семьи это любого рода сообщение любого действия рода невербальные даже коммуникации имеется ввиду сегодня должны быть очень четкие как бы установлены некие стереотипы ритуалы взаимодействия и семейные правила которые устанавливаются родителями брачная пара еще в начале семьи они должны поддерживаться каждым каждый мечлен им семье они должны строго соблюдаться обязанность прежде всего для родителя это про подержки если они огласили это правило для детей эти правила должны соблюдаться не укоснительно детьми и родителей тоже поддерживать это и тогда дети усваивать что в семье и вообще в обществе есть правило которое необходимо Investment Для укрепления семьи необходимо поддерживать баланс между единственным супругом и личностной независимостью. Каждый из супругов должен быть самостоятельной личностью для этого. Создавать нужно внутреннее безопасное пространство, которое некий такой эмоциональный ресурс, позитивный эмоциональный ресурс представляет супругам, в рамках которого даже любого рода конфликты воспринимаются или разное огласие спокойно. Спокойно, да, супруги могут высказать свое мнение, но это спокойно воспринимается. И в этой связи правила по разрешению этих конфликтов тоже должны существовать очень четкие, где, когда супруги могут между собой конфликтовать и чего они не должны допускать во время конфликта. Мы говорили о том, что в семье очень важно развивать чувство такого юмора, ну такой эмоциональной поддержки, да, вот взаимной эмоциональной поддержки с таким вот элементами такого хорошего, доброго юмора. Имеется в виду позитивно. В каждой семье могут быть свои какие-то истории, которые такие смешанные, которые позволяют, ну и родителями, детям поддержать, поддерживать эту эмоциональную общность. Мы говорим о том, что как бы коммуникативные навыки супругов должны постоянно развиваться и вот супруги должны выступать в этом смысле определенными психотерапевтами по отношению друг к другу. И работа у каждого супруга идет над собой, работа над собой для того, чтобы каждый несет ответственность за эту работу с супругами, и там тогда, кстати, и дети будут нести вот это вот, если у супруга в это вот мир вот эту вот работу над собой, они будут переносить уже на свои семьи необходимость работы над собой. Это работа над собой включает и повышение культуры взаимоотношений, и гибкий стиль взаимоотношений, достижение равновесия между социальными и сексуальными началами, и успешное осознанное именно прохождение предыдущих каждого жизненного цикла. Вот об этом мы говорили, мы говорили о том, что необходимо, если в семье все-таки возникли проблемы, выявление проблем, нужно четко как бы выявить, какая проблема, потому что часто люди приходят с запросом, помогите нам. Но в основном это проявление, эта проблема не проявляется сразу, или она так проявляется, что каждая из супругов свое видение этого дает. Необходимо выявить первопричину, которая в основе лежит, она может быть неосознаваема сразу, и работать именно с этой первопричиной, поскольку она уже следствием ее могут быть другие проблемы. И мы можем мелкие проблемы решить, но если мы не решили первопричину, то в семье также останутся те же самые конфликты, они никуда не уйдут. Это очень важно дойти до первопричины, и тогда уже поезд с помощью пути, и чтобы человек принял ответственность, что это как бы он сам создает, ну хотя бы частично ответственность под эти проблемы, и что это первопричина, которая создается, ответственность на нем. На его мыслях, словах, действиях, каких-то поступках он может быть неправильно воспринимает супруга, неправильной коммуникацией осуществляет с супругом на невербальном уровне. Это вот очень важно для понимания того, как решить проблему, чтобы человеку восстановить именно контроль над ситуацией в семье. Здесь психолог должен подстроиться под субъективную картину сначала супруга, а затем дальше он должен помочь уже на основе их субъективной картин, подсказывать, куда дальше двигаться, как действовать. Для того, чтобы восстановить в семье баланс, гармонию и нормальные отношения. Ну вот, собственно говоря, все то, что я хотел по взаимоотношению между личностными конфликтами и семейными конфликтами рассказать, показать. Я говорил, я какие-то примеры приводил еще из семейной практики, их может быть, конечно, гораздо больше. Вот примеры как раз показывают о том, что как личностная непроработанность супругов, практика семейных консультеров, личностная непроработанность супругов влияет на их отношения. Это сплошь и рядом, особенно в молодых семьях. Их может быть много. Но я думаю, может быть, лучше даже, если вот присутствующие какие-то вопросы или там темы, которые недообсудили, может зададут, и мы как бы будем двигаться вот в этом направлении. Прояснение после того уже было сказано, или какие-то там мысли, реплики, комментарии. Я готов сейчас выслушать все, что необходимо. У нас как раз осталось где-то здесь 23 минуты для этого. Ирина Сергеевна. Геннадий Николаевич, я тут, но сейчас мы подождем, может быть, в чат напишут. Да, 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 хорошо. Геннадий Николаевич, да, я думаю, что сейчас... А я там подумаю. Сейчас я открою-то. Я прошу прощения, да, я написала там в чат, юмор – это врожденное чувство или его можно развить? И если развить, то как? Ну, юмор, смотрите, вот если речь идет о семейном юморе, он возникает сам по себе. Вот дети растут, вот дети появляются и растут, у них какие-то там фразы, какие-то события такие происходят, которые в семье просто запоминаются, как правило, и они там воспроизводятся, развиваются. И вот именно речь идет о семейном юморе. Там, как бы, это вот в рамках семьи, каждой семье, это создается, ну, вот, самой повседневностью, так сказать, существования. И, как бы, ну, я не знаю, как бы, наверное, врожденное, оно, наверное, присуще каждому человеку в той или иной степени, это чувство юмора. Вот, это не тот юмор, который надо специально придумывать, да, какие-то там анекдоты какие-то там в семье рассказывают друг другу. Нет, а именно идет речь о семейном юморе, когда самоотношения людей окрашены вот таким легким, эмоциональным, позитивным таким вот налетом, самоиронией, иронии и так далее, да, когда вот людям просто приятно быть друг с другом, и этот юмор рождается из таких простых теплых отношений, понимаете, вот речь о чем идет. Вот, вот так вот. Это как легкость отношений получается, да, такая? То есть это не то, что, да, получается? Да, в рамках семьи, именно, как бы, в рамках семьи. Вот это вот, как бы, вот такой юмор, который возникает в рамках семьи, он часто связан с самоотношениями между родителями и детьми, с поведением детей. Если, там, допустим, многодетная семья, ну, и даже, там, два ребенка в семье, то каждый ребенок, он, как бы, индивидуален, и вот эта его индивидуальность проявляется. И когда она проявляется, тоже он порождает определенную, так сказать, ну, почту для юмора, для иронии, такой доброй иронии в отношении, там, родителей и детей, когда родители, там, могут, там, потрунивать над детьми, допустим, чем-то, да, но это по-доброму должно делаться, так, чтобы это создавало общую атмосферу взаимного принятия, взаимной симпатии, взаимного вот такого вот тепла, вот, вот это вот, как бы, потому что, ну, ну, как бы, вот, ну, в семье, семья, в общем-то, для этого существует, чтобы в ней было, да, тепло, гармония, любовь, и если вот все это разбавляется таким легким чувством юмора, такой иронии доброй, то это, ну, только, как бы, на пользу идет. Вот об этом я хотел сказать, не знаю, насколько получилось. Спасибо, а можно еще один вопрос? Вот вы сказали, что кризисы, вот, получается, семейные, это каждые два года, правильно? Получается, два года, потом два года, да, а время выхода из кризиса. Получается, мы выходим из кризиса, потом опять заходим в кризис, и так, получается, как постоянно в этом состоянии. Вот, знаете, я, я, я не хотел бы пугать никого, и, как бы, да, смотрите, в семье, ну, допустим, цикл семьи, это, как бы, ну, 30-40 лет, да, семья существует, допустим, 20 лет, 20 лет супруги, ну, 25 создали семью, в 65 уже дети, как бы, вот, допустим, когда им 65 уже разбежались, да, и тут 40 лет, вот такой вот, ну, до последнего, вот, да, вот, с момента образования Диады до момента, вот, выхода детей из гнезда и так далее, где-то, вот, последний, вот, 40-30-40 лет проходит, да, и за эти 30-40 лет мы смотрели, как бы, ну, вот, ну, там, в зависимости от количества детей, там, ну, как бы, 4-5, вот, мы основных нормативных кризисов называли, да, кризис первого года жизни, первых лет, потом кризис, там, рождение первого ребенка, второго, выход детей, свет и кризис подросткового возраста, 5, да, основных, ну, последний кризис, когда уже, о пустишь, они не знают, который сами супруги решают между собой, да, вот, вот за эти, так сказать, 40 лет, 5 кризисов, это получается, ну, ну, не каждые 2 года, это меньше, да, 40 делим на 5, сколько у нас тут получается, вот, 8 лет, да, тогда получается, средним, так, плюс-минус, вот, ну, там, 30, там, если даже делить на 5, или 35 на 5, там, 7 лет, да, получается, где-то, вот, вот, раз, наверное, не 2 года, все-таки побольше получается, это в среднем, хотя, конечно, здесь зависит от количества детей, от количества еще ненормативных кризисов, ну, то есть в семье всегда бывают периоды благоденствия, периоды стабильности, от нас никогда ничего не тревожит, то есть семья – это не череда бесконечных кризисов, просто они имеют место, да, и в зависимости от того, как супруги подготовлены, ведь какой-то нормативный кризис супруги могут даже, там, ну, так, со свистом, как говорится, семья пролетела и не заметили особо, ну, допустим, рождение первого, второго ребенка, все быстро и, как бы, так вот, готовы просто, это долгожданные дети, желанные дети, и супруги очень быстро перераспределяют роли в связи с рождением этих детей, и вообще никаких проблем не возникает, то есть для кого-то это кризис может быть очень серьезный, а для кого-то это вполне нормальная, рабочая такая вот, ну, ситуация, когда перераспределяется роли, и дальше семья продолжает существовать, вот, так что вот так вот кризис, спасибо, не знаю, насколько вот я смог, спасибо, спасибо, да, то у меня было ощущение, что каждые два года кризис, нет, 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 ну, я вот, вот, примерно, да, если есть еще вот какие-то вопросы, реплики, пожалуйста, я как бы, вот, и, да, Николаевич, вот есть вопрос, вопрос, если ребенок нарушает правила семьи, глядя, что один из родителей нарушает, как правильно объяснить, что то, что допустимо родителям, не всегда допустимо детям? Ну, вот смотрите, смотря какие-то правила, и смотря какой ребенок, да, если ребенок уже подросток, и это происходит в подростковом возрасте, ему сложнее это донести, то есть с ним нужно обсуждать, да, и может быть такое правило, которое обсуждает поправки, да, поправки к правилам, в каком случае, когда, какой родители может обсуждать, но с подростком таких вот, как правило, трудно, там, не проходит таких вещей, вот, родителям можно, тебе нельзя, если это с ребенком касается, ну, более такого, доподросткового возраста, то там, вот, на этом этапе еще можно объяснить, и что вот родители, у них свои правила, допустим, родители могут ложиться спать в 12 часов ночи, а вы должны в 10 уже ложиться в кроватке, да, есть там дети, там, 6-7 лет, условно говоря, вот, и как бы, да, вот, вот такого рода, да, здесь правила могут быть отдельные для родителей, отдельные для детей, они связаны с возрастными границами, с разницей, так сказать, в функционировании психики и так далее, вот, и здесь дети просто усваивают, что у родителей здесь свое время, а если, допустим, такие правила, что, ну, которые вообще все, вот, ну, допустим, никто в семье не должен ругаться, какими-то словами нехорошими, и если, вот, это, как бы, запрет есть, а потом папа срывается и так далее, то ответственность это полностью на папе, и, как бы, тут надо с родителем работать больше, а не с детьми, как бы, не объяснять детям, что папе это можно, папе нельзя тоже это делать, так далее, не знаю, насколько я понял, правильно понял я, вот, вопрос, может быть, поясните, что же, алло, что-то, так, слышно меня, да, исчезла звук, вопрос, если один из другов объективно совершенно незрелый и не признает своей личной ответственности в дисбалансе и не готов работать над преодолением кризиса, тем более с привлечением третьих лиц, это тупик получается? Получается, что тупик, и, вот, да, такие, к сожалению, случаи бывают, вот, в практике семейном консультировании часто один из супругов, как бы, работает над собой, а второй незрелый и настолько, что не признает. Здесь вопрос, вот, такой, как бы, ну, человек, который этот незрелый, который был, как бы, он в чем-то, что-то, вот, это надо с ним, конечно, работать, здесь сложно, у него есть что-то святое, что-то важное, что-то, у него остались какие-то в жизни цели, ценности, которые очень важны, и если они определенным образом совпадают с семьей, если ему все-таки не безразлична семья, то тогда его можно этого незрелого, даже в какой-то мере, как бы, ну, привлечь и каким-то образом постепенно заставить меняться, как бы, да, если же у него вообще, вот, уже, как бы, семья, которую он сам создал, этот незрелый человек, уже перестала для него как цены существовать, то, ну, конечно, ситуация сложная, это, как бы, ну, ситуация такая, что, то есть, развод, просто рано или поздно он нечто такое совершит, что просто-напросто заставил, просто, допустим, если супругу уйти от мужа и вместе с детьми, потому что иначе это будет просто разрушительно для детей, и в некоторых случаях, да, не нужно любой ценой сохранять семью, если отец ведет себя, ну, по отношению к детям и так далее, просто, ну, настолько разрушительно, что он и психику их может разрушить, ну, приходит пьяный, орет там, допустим, бьет всех подряд и так далее, да, и поэтому он при этом, он не пытается каким-то образом работать над собой и не пытается даже принять на себя ответственность за это, но в этом случае, да, наверное, развод, если это периодически, постоянно, если, как бы, он наступает на те же грабли и даже не делает попыток покаяния, как-то сменить развод, может быть, единственным верным решением, может быть, в некоторых случаях, да, вот, если такого рода незрелость, когда человек и даже не пытается работать над собой, если он пытается, если для него важно что-то, если остается шанс измениться, вот, при общей незрелости, то это одна, и этот шанс надо использовать, как бы, безусловно, как бы, всем, а если, как бы, он даже не пытается, он уходит в полную, так сказать, защиту и обвинение только других, все виноваты, кроме него, то в данном случае, конечно, ничего не остается, как уйти, потому что в этом случае дети могут эмоционально быть травмированы, страдать психологически, и этот человек даже не понимает, что он травмирует, там, всем своим поведением всех остальных членов семьи. Вот, вот, это вот, да, такая, к сожалению, бывает ситуация, когда приходится констатировать, что единственный верный выход – это развод, вот, при такого рода незрелости, такой агрессивной незрелости, такой вот, так скажем. Еще один вопрос. Все лучшее детям – это не вредно для семьи? В дальнейшем дети будут заботиться о родителях? Психологическая травма для детей есть в этом? Ну, вот, да, тут «все лучшее детям», когда я говорил, это фраза у меня была только в рамках обсуждения правил, что у нас традиции русских семей, ну, в России, да, «все лучшее детям», это как бы некая такая вот, ну, здесь нужно оговаривать, что имеется в виду «лучшее детям». Ну, как правило, допустим, ну, собираются какие-то ягоды, допустим, да, на даче, вот, и родители моют, там, эти ягоды, лучшие ягодки, там, достаются ребенку, там, или детям, да, родители уже смотрят, там, вот, или, там, вот, уже в меньшей мере. Вот, вот, в таком смысле, конечно, и вот я говорил в этом смысле, родители должны заботиться о том, чтобы дети стали самостоятельными, независимыми личностями в итоге. И вот в этом смысле потакать детям нельзя, чтобы они надеялись на финансы родителей, на их, как бы, вот, полностью, вот, так сказать, рассчитывали их возможности, доходы, когда они связались с, собственно, семьей с вами. В этом смысле, да, это медвежья услуга по отношению к детям, я говорил, да. А вот если так, «все лучшее детям», допустим, ну, то, что так касается, там, там, со стола, вот, ну, такой вот пример, вот, ну, в рамках узких каких-то, вот, так сказать, ситуаций, вот, ну, в конкретном контексте, да, смотреть, что значит «все лучшее детям», вот, ну, да, то, может быть, в ряде случаев это и оправданно, как бы, фраза «все лучшее детям». Но при этом, да, родители никогда не должны делать так, чтобы дети становились, ну, так скажем, несамостоятельными, эмоционально незрелыми, чтобы задерживать развитие детей, и не создавать вот, вот, вот этот синдром выученной беспомощности в любом случае. Да, еще вопрос, Геннадий Николаевич. Каждый ребенок проявляет эмоции, как правильно родителю встревать во взаимодействии между детьми, чтобы было правильно, когда ссорятся дети между собой? Ну, хороший вопрос, спасибо. Действительно сложный. Вот, когда есть даже по этому поводу шутка, что не пытайтесь даже выяснить, когда вы видите ссор детей между собой, кто из них прав, потому что вы никогда не выясните, а у вас просто голова пойдет кругом, потому что они, дети всегда куча аргументов приведут в отношении того, что если дети между собой ссорятся, что прав другой брата, младший, ой, не прав, а он прав. В данном случае важно, как бы, вот, родителям установить некие правила в целом, как они, дети ссорятся между собой. Если они начинают кричать, бить, там, бросать друг друга пластилином, условно говоря, или еще какими-то игрушками и так далее, то не правы оба. Можно сначала, как бы, развести их по различным, разным углам, и чтобы они успокоились, и после того, как они будут оба наказаны за свое самоповедение, может быть, там потом выяснится, что один из них был, так сказать, один из них был зачинателем этого конфликта, но второй себя повел эмоционально не сдержанно. И вот за этой эмоциональной не сдержанностью в ответ, который, ну, то есть могут им по углам разведены оба быть. Потом, когда успокоится, родитель может выслушать уже, он скажет, вы сначала успокойтесь, взяйте, возьмите себя под контроль. Здесь важно, чтобы научить тем самым конфликтах, брать себя под контроль детей, да. Иногда вот в уголочке он постоит и вот успокаивается и так далее. И пока он не успокоится, вообще с ним не разговаривает. Потом уже выслушать. И потом, может быть, признать вину одного из детей действительно больше, а другого меньше, ответственность за конфликт. Это может, вот когда уже выяснится. Но после того, как они успокоятся. Потому что вот здесь в любом конфликте детском, здесь надо отделять, так сказать, одну проблему, кто этот конфликт затеял, от другой проблемы, как они себя повели в результате вот этого конфликта. Затеял, может быть, один ребенок, но повел себя тоже эмоционально неиздержанно, начал кричать, обзываться, там, биться, там и так далее. И второй, в этом смысле за это вот эмоциональности могут, ну, условно так говоря, быть наказаны, там, мерами по успокоению, вот, каждой из детей. А потом уже выясняется, кто не прав, и отдельно тот может быть уже наказан, тот, кто не прав. Во второй раз уже, в большей мере, там, да, и так далее. И я понимаю, что у детей, там, вскипая там, но он же вот первый начал, он же вот разрушил, я почему, почему я там в углу стою, а ты стоишь в углу из-за того, что ты там в ответ, там, бросил в него, начал там что-то, там, кричать, орать, там, и так далее, да. Из-за того, что ты вообще, как бы, вот так себя повел, ты должен был спокойно подойти, объяснить мне, и так далее, я бы... А из-за того, что ты сам влез в драку, еще, как бы, расширил, вот, из-за этого я вам наказал, как бы, и тебя, да. Но это не отменяет того, что тот, да, был прав, в смысле, был виноват больше вначале. Как бы, мы разводим проблему того, кто начал, как бы, конфликты, вот, которые часто дети виноваты, от проблемы, как они себя реагируют в этом конфликте, от другой задачи. Мы не в самой конфликте, потому что мы же должны как-то приучить детей к эмоциональной сдержанности. Это очень пригодится в будущем, сдержанности в эмоциональных конфликтах. Вот это важно, как бы, научить детей контролировать эмоции. Через что мы можем? Да через такие повседневные ситуации конфликтного поведения. Вот мы можем это сделать. Через анализ того, как они себя повели, через, так сказать, контроль, и если они их хотят контролировать, ну, даже через наказание. Ну, такое наказание, конечно, не должно быть очень жестким. Оно должно быть соразмерно, естественно, как бы, проступку ребенка. Ну, начал кричать, обзываться, ругаться в ответ, да, второй ребенок. Он наказан, да, хотя первый, там, так сказать, был инициатором, не он, да. Он наказан тоже за то, что он в ответ начал себя вести, тоже недостойный, да. Ну, при этом, как бы, это наказание больше для того, чтобы ребенок научился контролировать себя, а не для того, чтобы он именно был наказан. Ну, вот так как-то. Не знаю, насколько я смог донести свою позицию. Ну, вроде бы вопросов больше нету, Генн Николаевич. Тогда, может быть, пока прервемся. Ну, да, у нас как раз тут перерыв. На перерыв тут, ну, без трех минут. Да, да, да. Если есть еще вопросы, я потом посмотрю еще. Вот в чате, я не смотрел сейчас, вот, комментирование там, в чате я посмотрю тогда еще. Вопросы, вот так далее. Ну, чата, и я читал, и Ирина Сергеевна, поэтому, я думаю, все хорошо. Все хорошо. Вопросы, наверное, исчерпаны. Ну, все тогда до, до, сказать, через час, туда встречаемся, коллеги. Всего доброго. Да, 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 все. По этим же данным, по этим же ссылкам, через час встречаемся. Да, хорошо. Все, спасибо. Спасибо. Да.